Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Ерлов. Сегодня мы начинаем живой эфир, который будет посвящён теме «Открытое занятие развития сознания». Дата по одному из современных календарей — 9 марта 2017 года, четверг, по одному из старинных восьмой день месяца пробуждения природы 7525 лета. А автор-соведущий, то бишь автор-сказитель, уже хорошо вам известный, Владимир Анатольевич Лукашенко. Прошу любить и жаловать. Здравия тебе, Владимир! Добрый вечер! Итак, тема такая интересная, «Открытое занятие развития сознания». Но так я чувствую, надо подойти так плавненько к тому, чтобы это сознание начинать развивать. То есть необходима какая-то платформа, основа, фундамент для того, чтобы сознание раскрылось, а не просто так его на каком-то песчаном дюне строить, чтобы потом ветер подул, море прелило и всё рассыпалось. То есть нужна какая-то фундаментальная база, на чём всё это дело строить. То есть о чём-то надо поговорить таком, чтобы люди поняли, здесь это всё не просто так, и не просто так нам это всё даётся. Предоставляю тебе микрофон, чтобы ты эту тему мог подвести, развернуть и всех нас как-то так вот облагородить, что ли. Пожалуйста. Ну, спасибо большое, благодарю. Облагородить всех – это, наверное, всё-таки слишком такая серьёзная забота. Мы не ставим мелких планов, обрати внимание. Да, ну, мы как раз, наверное, и подойдём к тому, что мы облагораживаться будем сами. Никто нас, кроме нас самих, собственно говоря, и не облагородит. Ну, давайте попробуем разобраться с этим. Тем более, что в анонсе написано тоже, если кто почитает, кроме такого громкого названия «Открытое занятие». Есть ещё очень, наверное, сложные для, так сказать, первого прочтения, а может быть и достаточно интересные такие постулаты. Как же нам вернуться или не вернуться, или, может быть, что-то ещё сделать к той самой жизни, которую у нас мы называем прославянской, протославянской культуре, к славянской культуре. И вообще, стоит ли это, наверное, так называть именно славянской культурой. Поэтому давайте, наверное, построим сегодня наше общение таким образом, что попробуем потериотизировать кое о чём, а заодно и проведём, конечно же, проведём интересные занятия, упражнения медитативного характера, попробуем, может быть, даже что-то сделать с нашим сознанием, с точки зрения физиологии, с полушариями, почему нет. Так что давайте тогда начнём в этих двух таких потоках, двух реках. Которые будут пересекаться, переходить из одного в другую какого-то потока информации. Знанием, наверное, вряд ли я могу это назвать. Знание — это то, что мы знаем. А тут мы, наверное, поговорим и попробуем в себе обнаружить то самое изначальное совершенство, которое у нас у всех, у каждого есть. И которое, наверное, и приводит нас к тем или иным знаниям, которые для нас в данный момент, в настоящее время, для нас такие, какие мы есть, здесь сейчас доступны, понятны, принимаемы, ну и, наверное, принимаемы к действию. Ну, давайте попробуем немножко, так сказать, издалека всё-таки поговорить. Есть, к сожалению, не очень популярные такие области науки, как антропология, то есть наука о человеке. Причём она разделяется на много таких ветвей, скажем. Есть антропология, наверное, знаете, археологическая антропология, есть антропологи, которые ищут черепа, сравнивают между собой, историческая антропология. А есть такие вещи, как социальная антропология и институциональная антропология, которая, наверное, всё-таки наука, хотя мало, наверное, её занимаются, будем так говорить, или мало мы знаем о ней, которая как раз занимается теми вопросами, А как же, собственно говоря, мы, люди, живём как люди? Как же у нас человечество появилось? Как же у нас цивилизация появилась? И на основе чего эта цивилизация или за счёт чего она существует? Это немножко не то, что мы учили когда-то в истории древних веков. Цивилизация тогда-то появилась, потом появилось колесо, потом металл выплыл, был какой-то скачок. Это только частичка того внешнего, которое может объяснить нас, нам объяснить наши корни, объяснить, почему именно так всё кругом. По идее, конечно, нужно задумываться об этом каждому. Несмотря на то, что может кто-то сказать, что у меня образования не хватает, другой скажет, а зачем мне это надо, мне там надо работать, детей кормить, ещё что-нибудь такое придумать. Хотя бы потому, что это напрямую касается нас. Вот мы говорим, я часто уже в обществе славянского радио встречаю собеседников, которые с удовольствием пишут на буквицы, которые говорят про роды, про богов, ещё что-то такое. Это замечательно как-то историю изучать. А всё-таки, наверное, этого мало. Надо заглянуть гораздо глубже. Вот попробуем, может быть. Начнём с того, что есть такой учёный западный, не восточный, восточный у нас тоже есть учёный, западный учёный Хабермас, который очень много, это современный учёный прошлого века, прошлого у нас, там, девяносто-девятисотые годы, и сейчас то же самое, который, в принципе, очень хорошо рассматривал сегодняшнее состояние общества, состояние сегодняшнее не только общества, но и взаимодействие людей между собой, в каком-то совопросничестве между собой, в строении общества по поводу этих взаимоотношений между людьми, между людьми и какими-то предметами, между людьми и их созданиями. И на сегодняшний момент могу сказать, что есть такая тенденция, что ли, рассматривание нашей цивилизации как цивилизации городов и цивилизации территорий. Но это естественно, что не только в наше время это было, это было, наверное, периодическое было возникновение цивилизации городов, потом территорий. Что это такое? Цивилизация городов. Может быть, немножко отвлечённо мы об этом говорим, но это очень важно. Сами представляете, что есть такие большие конгломераты на сегодняшний момент везде, в любой практически стране, особенно у нас, в России, на которой работает всё окружающее пространство, все территории. То есть где бы ты ни находился, ты работаешь, производишь для какого-то большого города все продукты. Естественно, и ум, и сознание, и вовлечение человека идёт именно в эту сторону, в сторону этого большого города. То есть есть некий центр, который притягивает, мало того, он высасывает с территорий, не только высасывает людские резервы, ресурсы, экономику. Такие слова вроде бы нам понятные, принимаемые, постоянно произносимые. А в принципе это вторично, конечно. И главное всё-таки, наверное, не экономика, а взаимоотношения людей и сами люди. Так вот высасывают вот эти вот вторичные признаки экономики и всё прочее. И в то же время вытаскивают и человеческие ресурсы, именно человеческие, не с точки зрения, как мы привыкли, не мы даже привыкли, а скорее всего, наверное, чиновники сейчас говорят, человеческие ресурсы – это рабочие и всё. Рабочий или тот, кто потребитель. Культуру высасывают. Наши деревни пустеют, наши какие-то территории на территории места за неимением людей и ресурсов перестают как-то жить, либо они становятся придатками вот этих больших городов. Ну, скажем, вместо деревень, которые производили натуральный продукт, растут большие сельскохозяйственные комплексы. Перестают быть маленькие сообщества, перестают они вообще жить, перестают существовать как таковые. Это сегодня вроде как тренд, и причём, как вы понимаете, это убийственный тренд для больших стран, для стран с самобытностью, с культурой. Ведь город сам по себе рождает новую культуру. Почему мы так сейчас говорим, что как же так, мы потеряли свои корни? С одной стороны, конечно, говорить, что вот, у нас тут деревни ничего нет, в город надо ехать, вы нас не пускаете, это может быть кто-то будет так делать, говорить так. Но с другой стороны, ведь сам по себе город, то есть скопление людей, концентрация людей, концентрация даже не производства людей, оно создаёт новые культуры и заставляет забывать свои корни в этих культурах. Я говорю причём с акцентом на сознание людей, поскольку именно сознательная деятельность людей создаёт этот мир сам по себе. То есть можно создавать мир близкий к человеку, жить на природе, жить вместе с продуктами какими-то, которые сам делаешь, нигде не покупаешь, нигде никакие акции не хранишь, их не съешь. А можно жить совершенно в отрыве от места своего, в отрыве от того, что ты делаешь на самом деле, от тех продуктов, от тех форм, которые ты создаёшь или принимаешь участие в своём создании. То есть практически человек в своей сознательной деятельности, ему нужно куда-то своё сознание. Он думает о чём-то, взаимодействует с кем-то по поводу чего-то, действует, ему просто нет возможности результатов своего труда увидеть как таковых. И поэтому вот та самая лекция, которая у нас была, если помните, кто помнит, «Матрица слоё общественное сознание», вот как раз она у нас вдруг встаёт перед глазами. когда мы перестаём быть людьми, связанными с природой, связанными с людьми, а становимся частью взаимоотношений, каких-то правил, стереотипов, законов некого существа, некого существа, некой матрицы. Да, она весьма, так сказать, в наше время, когда у нас, если раньше, допустим, была тоже, была концентрация капиталов. Концентрация была, не капитал, а концентрация производственных, производительных сил, которая породила производственные отношения. Кстати, Маркса вспомнить, и Энгельса просто необходимы в этом ключе. То сейчас у нас есть ещё и концентрация информации. Причём концентрация информации идёт с ужасающей скоростью, с увеличением скорости информации и с уменьшением вот этого времени или какого-то отчёта, периода, с момента, когда что-то произошло, и человек об этом узнал. Ведь, по идее, вы можете сами для себя такой эксперимент умственный сделать, для человека событие возникает для него, для его сознания тогда, когда он о нём узнаёт, а не когда оно происходит. То есть существует некая задержка. И благодаря этой задержке, в принципе, идёт такая работа механизма. Создаётся, как мы тоже говорили с вами про время, создаётся некая линейка временная, в которой вмещаются все наши действия, развитие вмещается. Изменяемость внешнего мира вмещается. А тут мы не успели даже осмыслить, то есть что произошло, как тут же нам уже то, что произошло, передаётся в изменяемом виде. Ну, в этом, может быть, ничего плохого нет, если бы это было натурально что-то, человеческое что-то изменилось такое. Но наша-то голова забита какими-то событиями вряд ли нужными. Вот попробуйте, попытайтесь какой-то один момент начать думать следующим образом. Какое-то событие происходит, у вас в голове теребится такое. Надо это сделать, надо туда побежать, надо успеть к этому моменту что-то. Остановитесь. А что будет, если вы это не сделаете? А насколько это событие важно для вас как человека, для вашей жизни? Для чего вы это делаете? Для кого? Я уверен, что вы уже каждый из вас, больше чем в половине случаев, если он так остановится и задумается, он придёт к выводам весьма для себя таким удивительным, что ничего не изменится, что это всего лишь какая-то гонка за чем-то, что не имеет вообще жизни, что не имеет сути как таковой. Вот так и получается, что мы в своей цивилизации, будем так говорить, мы отдали своё сознание в процессе цивилизации вот этому монстру, матрице, слою общественного сознания. В этом нет ничего плохого, что вот монстр, не монстр. Плохое есть в другом. Действительно, не то, что плохое, а как раз та самая изюминка, которая может нам помочь понять, туда мы идём всем нашим существом, человечеством, или не туда. Я думаю, что человек, который хотя бы раз задумался об этом, уже не потерян для себя, ну, для человечества, для чего? Для себя, для своего сознания, для своего сердца. И тут есть такая, может быть, подсказка как раз в том самом таком упражнении, которое я вам только что сказал. Попытаться задуматься по поводу тех или иных событий, нужны ли они вам. С какой глубины вашего я, вашего человечного я, вы можете, вам это событие необходимо. Вы это событие должны делать или не должны. Вот я, допустим, как человек, должен ли делать вот это? Как какое-то действие. Ну, можно привести тут же пример. Многие, конечно, как-то могут быстро отказаться от этого. Пример сказать, что как так, как же нам жить тут в этом обществе. Но это, может быть, и будет некой лакомусовой бумажкой. Вот сейчас бегают, звонят во все телефоны. Мне-то раз, ну, постоянно раз в неделю точно звонят. Ой, у нас там, значит, трейдерская контора, акции там, валюта. Приходите, бесплатно дадим. Будете покупать, продавать. Будете, значит, зарабатывать кучу денег. Да вот хороший пример для того, чтобы понимать суть этой матрицы. Что это такое? Мы что-то создаем, когда работаем, даже работаем ли, когда мы какие-то цифры совершенно не связаны с сутью тех самых предметов, которые существуют, продуктов, может быть, там, какие-нибудь акции, каких-нибудь заводов. Через прослойки смыслов они воздействуют на эти продукты, не воздействуют. Даже непонятно, что можно продавать и покупать на вот этих биржах, чтобы понять суть. То есть, что? Вот это пустота, совершенно еще пустота. Однако же мы бежим, чтобы получить ни за что средства какие-то. Или еще куда хуже, когда начинается так называемый финансовый капитализм банковский, когда мы вот мы вкладываем деньги в банк, чтобы нам шли проценты. А банк дает эти деньги кому-то, кому-то, может быть, кто просто их проест, а кому-то, кто что-то действительно делает. И дает эти проценты вам. С точки зрения, давайте подумаем, откуда они берутся-то, эти проценты? Ниоткуда. либо это вообще накрутка сверху этих денег продукту, который был создан. Ну, появилась сверху какая-то вдруг сумма, которая к банку относится. Ничего с того, кто это делал, кто это вкладывал в свои силы, ум, здоровье, не взяли. Ну, такого быть не может. То есть, мы вроде как деньги положили, они должны работать. Они же не работают. Они просто осуществляют возможность присоцаться вам вместе с банком к тому, кто действительно что-то создает, какие-то формы. Вот такой вот весьма печальный пример, который может нам пояснить, куда мы с вами зашли. На этом у нас сейчас наша база, наша цивилизационная база располагается. И располагается благодаря следующему. Почему мы можем так делать? Почему мы не думаем, когда мы каким-то образом включаемся в работу этой матрицы? И что нас спасет или что нам поможет восстановить общность, которая, наверное, может быть гораздо лучше и просто по-другому построена, которую мы так каким-то, может быть, родовой своей памяти вспоминаем, что-то в нас внутри задевает, что-то не так, что-то, наверное, по-другому должно быть. Действительно, мы сильно отличаемся от каких-то других любителей, там, наживы, народов других. Есть такое дело. Что спасет? То, что мы будем писать с буквой «Я» все слова? Нет. Совершенно нет. То, что мы будем называть себя славянами, ну, ведь это же, в конце концов, если это только делать, то это, наверное, то же самое, что я буду называть себя там принадлежащим клубу, фанатам клуба Манчестер Юнайтед и буду там лупить те, кто с других команд фанатов. То есть, не сильно мы уйдем от этого смысла, от этого понимания, от этой матрицы, в которой существуем. Вот тут встает вопрос как раз как нам выйти из этой матрицы, как нам вернуться к своим прославянским корням. Вопрос, наверное, решается достаточно просто. Есть такое понятие, как, тоже, по-моему, рассказывал, как субъектность. Это на русский язык, если переводить, это некая самостоятельность. Это свойство человека быть человеком, постоянно возрождать в себе человеческое. Человек это не некое однозначное такое существо в природе. Нет, ни в коем случае. Это процесс. Это процесс, и если уж так говорить по-честному, к человеку, какой, наверное, должен быть, к человеку, и не животному, существующему в вольере матрицы, или еще как, даже ходящему где-то там вне матрицы, еще нужно прийти. Когда по-настоящему человеком становишься, наверное, это мало таких, кто мог бы соответствовать какой-то модели человека с большой буквы. Так вот, при жизни, скажем так, ну, как я предполагаю, при жизни в государстве счастья, радости, я бы не говорил бы, наверное, о справедливости, или еще что-нибудь такое, может быть, благости, лучше сказать. Каждый человек, утопия, конечно, мы об этом можем много говорить, но хотелось бы и хочется, и мы предполагаем, что славянский мир был таким, каждый человек хранит в себе эту человечность и ее постоянно возобновляет. Именно человечность, а не какие-то внешние признаки, атрибуты. Там у нас должны быть волхвы, мы поклоняемся роду, пишем глаголицу, буквицу, и вот и все. Ни в коем случае. И именно эта человечность не позволяет нам в этой матрице становиться частью паутины. матрицы. Частью тех самых законов псевдоэкономических, это вот отдельная может быть совершенно песня, кому-то может быть понятная, но ее надо разжевывать и разжевывать по поводу экономики, по поводу того, как у нас деньги превратились из средства обмена или эквивалента товаров, превратились в продукт, в товар сами по себе. И тут, наверное, и осуществился перелом, когда люди стали, отдавая свою человечность, возвращаясь к той самой человечности, стали частью этой матрицы, частью паука, который высасывает время у людей. Почему время? Потому что, если я делаю какой-то продукт, какую-то форму, если я что-то делаю, создаю, то я вкладываю туда не просто время, которое я потратил на создание этой формы, или продукты, или товаром, продукты, товар – это свойство формы, свойство какого-то объекта. Оно может быть, а может быть и не быть. Потому что, допустим, если я не продаю что-то, он товаром быть не может. Так вот, если я свою, так сказать, человечность не отдаю этой самой матрице, то, конечно же, мне просто будет непонятно, как же я могу вытаскивать то самое время у человека, который делал, вкладывал форму. Форма должна жить. Продукт должен жить. Продукт, или то, что мы… Продукт – это тоже слово, не знаю, импортное или нет. Но некоторая вещь должна жить, мы её сделали. И создатель этой вещи, или создатели этой вещи вкладывают туда своё «я», время жизни этой формы, которое выражается во время жизни своей формы. Кто-то вкладывает, может быть, мыслительное только «я», составляет чертёж и знает, как это сделать, чтобы это работало именно так, то есть давало свойства такие, которые нужны людям. Кто-то там пилит, другая, кто-то добывает сырьё. В конечном итоге появляется вещь, в которой вложены силы, кто-то называет энергией, кто-то называет свёрткой времени людей. И вот получается так, что некая такая система начинает высасывать из форм, из этих людей, которые сделают эти формы, высасывать, собственно говоря, энергию. и мы к этим высасываниям, мы такие инвесторы, мы начинаем приклеиваться, мы живём по началу форм, мы отдаём своё «я», отдаём форме, и уже не мы управляем своим «я», а управляет, мы отдали. Это не значит, что кто-то виноват, кто-то управляет, мы же отдали, тут уже вина только наша, если мы говорим про вину. отдали в эту, кто-то любит называть это агрегорами, кто-то ещё кем-то может назвать, кто-то системой может назвать, отдали в эту матрицу, и матрица уже управляет нами и пользуется нами как часть, потребители. Потребитель – это тот, кто постоянно осуществляет питание этой матрицы своим собственным трудом. Что-то работает, где-то зарабатывает, ему нужен новый почему-то айфон, старый устраивает, не устраивает, неизвестно почему, или вообще, может быть, ему телефона бы хватило, но вот айфон, потому что у него он приклеен уже к этой матрице как потребитель, есть такой шаблон, стереотип, которому он подчиняется, то есть я своего уже нет. и питает эту матрицу собой, питает своим, своей энергией, своей жизнью питает, и так во многом. Или приклеивается, становится частью этой системы, система большая, она должна питаться не просто так, вдруг появившись, она должна расширяться, должна заменять исчезнувшие свои единицы другими, подключать кого-то в свою собственную систему вампиризма такого, и тоже это не значит, что это какой-то монстр и так далее. Это существо, которое считает, что ему нужно жить. Оно точно такое же, как все остальные существа в этом мире. Оно питается, оно осуществляет обмен энергиями, оно хочет жить, оно ограничено, как все ограниченные существа. И вот мы сейчас, давайте попробуем спросить себя, а если мы в этой матрице, отдавшей свою субъектность, о чем мы будем говорить с точки зрения про славянский мир? Да не о чем говорить-то. Если мы хотим построить, мы не можем этот мир восстановить или каким-то образом его вернуть, потому что нельзя дважды зайти в одну и ту же реку. Но мы можем создать на основе того, что в нас есть человечного, вместе создать этот мир потихоньку, понемногу, не спеша, без всяких революций, но не какими-то действиями внешними, а скорее всего внутренними действиями, своим образом жизни, восстановлением своей субъектности, становясь самостоятельным с точки зрения человека. Можно стать самостоятельным на уровне эгоизма внешнего «я», но это псевдосамостоятельность, которая у нас болтается все равно в стереотипах и шаблонах. Почему? Могу объяснить почему. Потому что, как я сказал, матрица – существо ограниченное, и поэтому оно, то есть имеющее ограничения, самоорганизованное, для нее такие же, состоящие из таких же, как она. То есть если вошел в матрицу, ты практически ее повторяешь. Эго, внешнее «я» тоже ограничено. Оно ограничено желаниями, хотениями, каким-то пониманием, что нечто материальное гораздо ценнее, чем что-то нематериальное внутри. Могу сказать, что понимание многих религий, конфессиальное понимание, тоже чересчур материальное, как таковое. Но в каждом человеке все равно есть такое присутствие бесконечного, присутствие неограниченного, присутствие Бога, будем так говорить. Но только не в том понимании какого-то конечного Господа и так далее. Нет, а в понимании нечто бесконечного, в совести, которую нельзя никак, например, ее никак нельзя идентифицировать. Ну, по крайней мере, полностью определить, дать определение совести не мог еще никто. Вот такое оно есть. Если мы достучимся до этого, то есть определим свое «я» на уровне выше нашего эгоизма, нашего материального человека, внешнего «я» нашего, то тогда у нас есть шанс, есть шанс построить все-таки снова то самое белое царство, или как он называл, белый остров, как-то по-балаватской, белую расу, ну, не с точки зрения расовости, а с точки зрения внутренней человечности, проявления внутренней человечности, не внешнего «я», внешних наших желаний и жизни ради материального, а большей жизни, гораздо больше и гораздо, наверное, полной. Ведь мы же не отказываемся от своего «я», от своего эгоизма, ни в коем случае. Оно все равно так и останется частью нас, но только оно не будет главным. Вот такая есть у нас, такой есть шанс. И никакие революции, как я еще раз хочу повториться, никакие революции нам не помогут сделать эту страну, нашу страну, светлой, чистой, какой, наверное, хотели бы мы для себя, для своих потомков. Это как победить дракона. Победишь драконом и сам станешь им. А вот преобразовав себя и вокруг себя преобразовав все, это можно этого добиться. Ну, в принципе, наговорил я много сейчас, да? Можно, так сказать, сделать паузу, попробовать какое-нибудь упражнение? Хорошо, хорошо. Ты наговорил для чего? Для того, чтобы сейчас народ во время упражнения подумал о том, что наговорил, или с какой целью? Ну, я буду продолжать разговор. Понятно. То есть, ты поговорил, сейчас мы сделаем упражнение, потом ты продолжишь. Правильно я понимаю? Конечно, продолжим. Хорошо. Нужна какая-то музыкальная отбивка или сразу переходим? Ну, наверное, значит, на минуточку можно, чтобы люди приготовились. Значит, смысл какой? Мы с вами будем делать сейчас, ну, все равно мне придется поговорить еще немножко. Давайте без отбивки. Еще придется немножко поговорить. Значит, чтобы было понятно суть этого упражнения, которое я хотел бы вам предоставить. Вот я говорил о субъектности. Это хорошо. О ней мы еще поговорим. Поговорим еще каким образом, чисто реальным таким. Что еще, что может нас держать и какие действия можно совершить, чтобы потихонечку выходить из этой матрицы. Но особо важным, хочу сказать, считаю, нужным сказать такую идею. Это идея, не то что идея, это тоже один из способов, даже не способов возвращения на круги свои, не возвращения, здесь, наверное, возвращение все-таки лучше сказать, к своему миру. Это связь с природой. Посмотрите, как мы далеко ушли от нашей земли, от природы. Мало кто остался. Во-первых, мы ушли от своей земли, на которой мы родились, на которой родились наши предки. Похоронены они там или не похоронены, но вся наша жизнь и кровь прошла на каких-то местах природных. Местах, где мы видели окружающий мир с детства. Он нам был дорог и всегда остается дорог. Всегда мы остаем, помним об этом. Сейчас будем даже большой конгломерат наш московский говорить. О нем можем сказать, даже о больших городах. Еще мы мало можем вспомнить, что было в детстве. Даже своих собственных дворов уже нету, в которых мы жили, в которых мы играли. Но если мы будем говорить, возвращаясь от цивилизации городов, то города поглотили и наши возможности, наши связи природные, наши связи с родной землей. В чем в этом отношении хороши те же народы, которые проживают у нас в глубине нашей страны. Не в центральном регионе нашим, так сказать, европейском. А дальше? Почему у нас так неизведанные, так непонятные за рубежом наши сибиряки или, так сказать, более такие глубокие народности. те же якуты, я уже рассказывал о них, народ Саха, скорее всего, конечно, сопротивляется и сопротивлялся, и сопротивляется переходу в этот уклад, новый экономический уклад. Однако же до сих пор сакральные земли, родовые земли, кто бы ни уехал, они в душе у каждого сохранились. Они помнят свои родовые земли, они помнят роды, там есть несколько родов, которые большие, практически как наши области в Европе, там объединение родов. Они по улусам раскиданы, порезаны по родам, по родовым землям. И, могу сказать, самое активное население было, которое изменяло закон об этом гектаре дальневосточном. Потому что сразу начались волнения. Никакие там, не за всяких там революционеров этих зимолиберальных и так далее. Ни в коем случае. Там это даже на дух не переваривает. Нет. А за то, что закон такой, он прямой, типа, где хочешь, там ставь палку, будет у тебя гектар. А они возмутились, что а там же могут оказаться наши земли предков. А там могут оказаться сакральные земли. А там родовые земли. А там покосы родовые. Потому что у них они тоже настолько связаны с природой, что природа дает им жить. Такая суровая, тяжелая северная природа. Но она дает им жить. И насчет этого они забеспокоились. У нас тоже такое беспокойство случается. Но кто забеспокоился, когда у нас под Москвой отрезали, там, к Москве прирезали, так сказать, большой кусок. Там, седьмую или там восьмую часть всей Московской области. Да никому это не надо было. Прирезали, прирезали. Потому что там нет уже людей, которые на этих землях или их очень мало, и которые уже не могут ничего сделать. На этих землях живут с детства, с рода, с предками. Этого нет. И вот получается, что сила в народе саха гораздо больше сейчас, чем сила у тех, кто у русских, у граждан Российской Федерации, которые находятся у нас в центре. вот связь природы это одно из наверное главных один из главных и нескольких условий не возвращения, а воссоздания воссоздания культуры наших предков. Не будем даже говорить славянской культуры, потому что наверное мы с вами пользуемся этим термином, который кто-то не так давно придумал, как мне кажется. Наверное, что-то есть более точное и более древнее. Но восстановление связи с природой, хотя бы сначала с общей природой всей планеты, все-таки чтобы не говорить сейчас технологии настолько большие, что если мы что-то испортим в одном месте, аукнется везде на всей Земле. Поэтому здесь просто нет такой возможности говорить, что вот не трогайте вот здесь наши куски, а там что хотите, то и делайте. Такого быть не может. Ну и естественно, что у нас голографичная все-таки система, то есть все одинаково в каждом маленьком кусочке. Существует все-все-все. Поэтому связь с природой является одним из условий воссоздания именно мира славянского, мира большого, не только сообщества. Мало говорить о социальности, вообще экономике вообще не стоит пока говорить, хотя тоже есть условия по экономике, можно тоже об этом говорить, и тоже не опирается на ограничения и на воссоздание в человеке или возвращение человека своей субъектности. Но природа, наверное, это первое. Мы живем здесь, нам некуда деваться с этой планеты. Вот поэтому попробуем мы с вами в сегодняшних уроках, попробуем в медитациях, попробуем восстановить эту связь с природой. Для начала нам нужно самим какой-то баланс обрести. Давайте попробуем это сделать. Мы медитации это может быть не назовешь, будем называть это упражнением. Давайте попробуем такое упражнение сотворить. Наверное, в большинстве мы сидим ровно, кто это может сделать, кто не может, допустим, в дороге, потом послушайте программу и попробуйте сделать. Это не какое-то ненавидение, не установки, не зомбирование в коем случае. Это упражнение по восстановлению баланса собственного равновесия человеческого. Оно такое образное. Делается сидя, как в прошлых я говорил лекциях. у нас такое есть положение, когда мы сидим на стуле, у нас прямые углы между коленями бедрами, между бедрами туловищем, ступни стоят на полу, естественно, что мы не перекрещиваем ни руки, ноги, спина прямая, плечи можно опустить, подбородок чуть-чуть вниз опущен, челюсти у нас сомкнуты, но они, конечно, не силы, а просто они не висят у нас так. И язычок касается, язык касается верхнего неба. И мы в расслабленном состоянии совершенно. Давайте мы сядем в такое расслабленное состояние, я буду вам помогать, и мы с вами теперь успокоимся, отбросим в сторону все свои, как нам кажется, существующие проблемы, в сторону своей волны не отбросим. Мы спокойно находимся здесь сейчас. Нам никто ничего не делает плохого, не угрожает, ничего у нас нет, что могло бы нас беспокоить. мы спокойно дышим, следим за своим дыханием. То есть мы просто-напросто ни о чем не думаем, вообще не вовлекаемся никакой своих мыслей, но мы следим, как мы дышим. Воздух поступает из носа, мы следим за ним, солнечное сплетение и обратно. давайте представим, что мы находимся сейчас в сфере красного цвета или света. И мы начинаем вдыхать этот красный свет в сферу, в которой мы находимся. Медленно делаем вдох, делаем выдох. Делаем примерно семь таких вдохов-выдохов. Обращаем внимание только на движение воздуха. Ни о чем не думаем. Еще, может быть, слышим меня. Теперь мы представим, что мы окружены или мы находимся в сфере оранжевого света. Начинаем вдыхать оранжевый свет, отслеживая за тем светом или воздухом, который у нас идет от носа к солнечному сплетению и обратно. Тоже семь от семи вдохов-выдохов. теперь находимся в свете желтого света в сфере с желтым светом. То же самое. Вдыхаем этот свет в себя. не спешим и расслаблены. Следим как этот свет входит в нас и выходит из нас. представим, что мы находимся в сфере зеленого света. То же самое. Вдыхаем этот свет в себя и выдыхаем его. теперь переходим в сферу голубого света. дышим голубым светом. Мы ни на что не отвлекаемся. Следим только за своим дыханием светом сферы в которой находимся. представим, что мы находимся теперь в сфере синего света. Тоже выдыхаем этот свет сферы. Дышим этим светом. светом ветром живым сферу фиолетового света и подышим в ней здесь мы задержимся на 14 дохов выдохов не меньше а Не засыпаем, переходим в сферу синего света. Мы спускаемся потихонечку вниз. Дышим всем вдохов-выдохов синим светом. Теперь сфера голубого света, в которой мы находимся, дышим голубым. Переходим в сферу зеленого света. Дышим зеленым светом. Дышим. 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 Сфера голубого света. Дышим. Дышим в сервере. Сверху желтого цвета. Сверху желтого цвета. Теперь оранжево. Дышим оранжево. Становимся все бодрее. И возвращаемся в сферу красного цвета. Дышим красным цветом. Редактор субтитров А.Семкин. Теперь с глубоким вдохом-выдохом выходим из этой медитации. И приходим в себя. Для чего такую схему, такую медитацию, такую схему мы провели? Или упражнение. Чтобы соединиться с природой, понять ее по-настоящему. Конечно, можно просто выходить на природу, отвлекаться от всего. Есть еще инструменты типа медитации, другие какие-то возможности. Но чтобы войти в природу, наверное, нужно самому себя в порядок привести. По крайней мере, хотя бы с физиологической стороны. То есть быть более спокойным. На эмоциональном плане более спокойным, более уравновешенным. Ну и, конечно же, на плане вовлечения ума. Вот тут как раз вернемся к нашей теме. Я уже прочитал. Ну, это, скорее всего, не вопросы, а такие. Тут у нас потом зачитает, наверное, Алексей. Да, конечно. Да, высказывания. В большей степени они как раз как некий отзыв от того, что мы делаем. Да, нужно... Правильно говорится, что нужно выходить своим... Вытаскивать свое сознание из матрицы. Это не означает, что, не знаю, уйти в монастырь, там, еще куда-то запереться. Ни в коем случае. Человек живет только вместе со своими... Ну, с человеками, с людьми. И выражается как человек только с людьми. Сам по себе он не нужен один-то. Не для того на планете нашей целая колония муравьев существует человеком. Но очень важно нам восстановить как раз свою человечность. Для этого нужно вытащить свое сознание из окружающего мира. Поэтому основным упражнением, как я уже говорил, тут почти, собственно, и написали, это попробовать в каждом своем действии смотреть, с какого будуна я это делаю. Либо это действительно мое настоящее желание, даже не желание, а настоящее изнутри, из сердца идет какое-то действие. Желаний у нас много, наверное. Желанием как раз занимается наше внешнее я, и желание генерируется этой самой матрицей в большей степени. Или это, да, это пришло откуда-то с рекламы, я прочитал, что это надо сделать так. Бывает, наверное, попробуйте, можете спросить у кого-то, или сами себе задайте вопрос, а почему я это делаю? И в ступор встанете. Просто не ответите, зачем это делаю? Зачем я побежал покупать там какую-то вещь, когда у меня есть в чем ходить? Она удобнее? Хорошо, замечательно, правильно. Она у меня была холодная, я купил такую теплую, которая меня греет, правильно. А вот почему я покупаю этой фирмы, а не ту вещь, которая мне нужна, она действительно там лучше качества и чего-то еще? Это уже стоит задуматься. И, конечно же, без изгибов. Можно покупать супер какой-то фирмы вещи только из-за того, что она действительно лучше сама по себе. Есть такие бренды, которые делают, где брендом становится не потребительское свойство, что нужно больше покупать, а внутреннее качество. То есть люди с добром делали эту вещь. А делать вещь это не значит что-то там, шить ее и все. Это ведь еще нужно ее придумать, чтобы она была такая, придумать технологию, реализовать технологию тепла, технологию энергопотребления уменьшенного или какое-то лекарство и так далее, чтобы ее сделать. Если люди делали с добром, она эта вещь или этот продукт, продукт, не так сказать, форма чего-то, она сама по себе привлекательна. То есть надо в себе для начала отсоединить это простым таким дискурсом с собой. Называется саморефлексия. Тоже слово такое западное. Но вот самоедство, наверное, когда сам себя с собой рассуждаешь. А нужно мне? А почему я это делаю? А зачем я живу? И человек, который задает себе вопрос, зачем он живет, уже, как я говорю, не потерян для себя, для самого себя. Это очень важно. И вот это вовлечение само в себе. Первое, мы вытаскиваем это вовлечение. Второе, мы начинаем думать о нашей самостоятельности, о своей субъектности. И следующее, мы начинаем все-таки видеть природу вокруг нас. Очень печально, когда в городе мы смотрим по сторонам и видим серые, даже пускай цветные, но дома, а не небо. А вот небо видеть постоянно и смотреть на него почаще, это одно из определенных таких специфических условий своего собственного развития. Ну и тут еще есть такой момент, это ограничение. Ведь мы же все-таки родились в этой матрице. Даже если мы родились в деревне где-то, приехали в город, раз мы по интернете, значит, мы уже подключились к этой матрице, в любом случае мы в ней. И должны понимать, что, повторяю, повторяюсь, повторяюсь, наверное, постоянно, что матрица или вот эта вот система, ну, во-первых, она создана нашими взаимоотношениями. Она никакая не потусторонняя, она никакая, какая-то зло, которое там где-то произошло. Это матрица, которая создана нашим взаимоотношениям. И нашей, наверное, все-таки слабиной. Легче сделать так, легче, чтобы кто-то за нас подумал, легче, чтобы кто-то за нас решил. Легче, чтобы мы пошли, неважно, что мы будем делать, пускай мы будем делать какой-то отраву для других людей, но нам за это деньги платить будут. Вот, например, так. И, то есть, эта матрица создана нами. Значит, и мы только можем изменить не то, что матрицу, а наши отношения вокруг. Она может быть матрицей, перестать быть матрицей, как таковой, существом. Есть дикое животное, которое нас загрызет в лесу, а есть то, которое даст нам молока. И это существо, действительно, скорее всего, оно уже как существо живет. Оно пытается всеми силами продолжить свое существование, есть, пить, питаться, питаться энергией. Мало того, еще наростами новыми как-то, так сказать, набирается. Почему я в самом начале говорил обратиться к Марксу и Энгельсу с Капиталу. Говорил, не знаю, но, по-моему, говорил. Но есть резон в этом, чтобы посмотреть, как развивалась эта матрица сама по себе. Почему она такая появилась? Нам надо знать, как из нее вылезти, нужно знать, что это такое. То есть, как нам, собственно говоря, с помощью обретения своей человечности построить, воссоздать или создать заново именно настоящее протославянское сообщество, общество людей, общество человечности, о котором, наверное, мы все мечтаем. И поскольку оно живое, поскольку оно живет, можно посмотреть, как оно себя подкрепляет, как оно себя огораживает, как оно себя воссоздает. Вот посмотрите, мы тоже начали говорить про цивилизацию городов. Почему именно у нас города возникают, большущие, и сейчас футурологи говорят, что у нас будет вообще там чуть ли не один город на всей земле, или там их несколько городов вместо стран. И даже фильмы, по-моему, снимаются, где там город весь в стенах, и то, что снаружи никто ничего не знает, не видит. То есть, конечно, в итоге ресурсы все съели, там автоматы работают, которые поставляют ресурсы, и больше ничего нет. А это результат развития этого большого существа. И на сегодняшний момент можно увидеть это существо, действие по ограничению. Посмотрите, где мы живем. Кому-то все-таки удалось остаться не в матрице, не сильно, так сказать, даже физически в этой матрице, не только сознанием, но и каким-то действием, расположением. Допустим, где-то в деревне жить в собственном колодце. Возьмем город. Попробуйте отключить воду в доме. Все, трагедия. То есть, человек не выживет. Там и туалет работать не будет, и мыться, и пить, и пить, и так далее. Все, человек привязан. Этой ниточкой, этой трубой привязан к жизни, в которой он существует. Он думает, что жизнь – это все, вот она. Жизнь у нас, если уж на то пошло, если туалеты все забить везде в доме, в каком-то большом, многоэтажном, или канализацию отключить, то жизнь закончится для людей. Представляете, насколько мы перестали быть самостоятельными даже с точки зрения тела, не то чтобы там ума, разума. И всеми силами вот эта вот система, которая привязана, она с системой начинает привязывать нас с быта самого, с нашего рождения, там, бумажками привязывает, с быта привязывает бытие в быте, быту. Это ЖКХ наша система. Она является монстром. У нас была такая работа, мы исследовали это дело по всей нашей стране. И, конечно, в итоге вывод был простой, что ЖКХ является своеобразной формой общественного сознания. То есть формой... Сейчас скажу. Да, формой общественного сознания. Всё. Вообще отдельный, сам по себе. Что-либо... То есть отдельной сущностью. В самой матрице есть ещё отдельная сущность. По крайней мере, для нашей страны. Где ничего нельзя сделать практически. Потому что каждый, кто присоединяется к ЖКХ, это ресурс для системы. И, если, может быть, тоже в новости в интернете, на нашем же поле информационном интернете читали, какая-то компания обратилась в суд о взыскании гражданина упущенной выгоды. Потому что он взял на своём участке, где-то в деревне, не стал подключаться к столбу, к этим всем электрическому инфраструктуре, а просто-напросто сделал собственные солнечные батареи, ещё что-то такое. В общем, собственную энергию стал сжить самостоятельно. И до такого маразма дошло, что действительно обратился в арбитраж или, по-моему, в суд какой-то, чтобы этот человек выплатил этой системе неполученную с него выгоду. Это маразм, но это чёткий пример вот такого работы, такого сожительства с матрицей, который у нас существует. То есть она ограничивает нас со всех сторон. Можно говорить о многом, но вот мы посмотрим, а мы-то, собственно, от неё никуда не денемся. У нас вода, электричество, свет, всё уже подключено. Поэтому следующий вывод из того, если мы хотим воссоздавать такую новую культуру, новую страну, наверное, есть смысл, но земли-то много, есть смысл всё-таки переходить от городов к территориям. Города – это хорошо, но если сегодня у нас получается так, что вот та же политика Москвы, все предприятия за Москву везти, на территории, а жить все, чтобы жили в Москве, и чтобы это был финансовый центр, то есть центр, который ничего не делает, который является неким насосом, таким кровососной системы. не сердечной системы, а кровососной системы. Если мы хотим переходить к… Опять же говорю, не воссоздавать, ну, воссоздавать, наверное, не возвращать, а воссоздавать систему нашу славянскую, значит, нам надо проходить к территориям. То есть мы должны жить в маленьких посёлках, мы должны жить там, где мы, каждый имеет самостоятельные, необходимые для быта условия, какие-то с природой вместе, то есть не отгораживаясь от природы ни в коем случае, никакими средствами, никакими силами вместе с природой жить. Это тоже является одним из условий выхода из матрицы. Ну, наверное, может быть, есть про вопросы поговорить, а то очень много накопилось их уже. Да, накопилось много, и давай, наверное, сделаем так. Я всё-таки отбивочку запущу маленькую, чтобы как-то отделить доклад от вопросов. Чтобы отдохнули люди. Да, буквально там на минуточку, и после этого уже перейдём к репликам, вопросам, которые из чата Народно-славянского радио поступали и из канала Ютуба. Итак, минутку отдыхаем. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народно-славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 9 марта 2017 года четверг, по одному из старинных, восьмой день месяца пробуждения природы 7525 лета понедельник. Открытое занятие развития сознания. Такова тема сегодняшнего эфира. Автор-сказитель Владимир Анатольевич Лукашенко. И вот мы переходим уже к вопросам и репликам, которые поступали в чате Народно-славянского радио и на нашем канале в Ютубе. Первый вопрос в эфир пришёл от Владимира Измытич. Здравия, Владимир! Зачем человеку нужно сознание? Это первый вопрос. И второй вопрос. Если до сих пор среди людей встречаются дураки, значит, это высокоэффективный инструмент выживания. Ну, ответил уже Владимир на свой вопрос. Ну, сознание... Человека без сознания нету. Человеку нужно сознание, чтобы быть человеком. Это, наверное, достаточно просто. А что касается про дураков, ну, я бы сказал бы, что если в текущее состояние... То есть дураки бывают разные. Бывает просто проявление сознания либо человека усечённое. Ну, бывает такое. Почему нет-то? Для, может быть, какой-то решения определённой задачи. А есть как дураки с большой буквы. Это дураки, скоморохи так называемые. Это когда не вмещает та самая эпоха цивилизации, та самая матрица существующего, существующее время, не вмещает такого рода сознание. И вот приходится человеку интерпретировать те или иные мысли, смыслы через вот такое дурачество. Ну, вот где-то так. Ну, ты ответил как-то так очень интересно. Понятно, что дураки есть те, которые шифруются под дураков. Но я так предполагаю, что Измутич Владимир задавал вопрос несколько другой, про тех самых дураков, которые одна из проблем помимо дорог. Ну, если вот так глубоко, я даже не смог расшифровать. Дураки, дороги, дураки. Ну, тогда это немножко по-другому надо говорить. С точки зрения дураки, для кого-то это дураки, для кого-то это сверхумные, для кого-то это начальники, для кого-то это очень хорошие исполнители. Поэтому мир разнообразен. И не бывает такого, чтобы чего-то в этом мире не было. Другое дело, чтобы их не было очень много. Ведь есть, наверное, критическая масса, которая ведёт к хаосу. Ведь если мы будем говорить опять в теме матрицы, то есть эта же матрица, становляясь таким существом, она может себя и бездумно, вытаскивая ресурсы, резервы, употребляя человеческое сознание в качестве, так сказать, своей, даже не еды, от своего тела, она может, в конце концов, себя и жить. Как это, наверное, и бывало на Земле. Мы видим разрушение, так сказать, остатки огромных цивилизаций, которые сами себя разрушили. Те же, взять, шумеры, у которых находят атомные воронки со стекловидными минералами, которые образуются только во время атомных взрывов, таких термических взрывов больших. Так что, главное, чтобы дуракова было немного. Я немножко тогда углублю вопрос ещё. Как-то проводились исследования, мало кому известные, но во всяком случае они проводились, когда учёные заинтересовались, а на каких континентах, в каких странах рождаются гениальные дети. И показали исследования, что более всего гениальных людей, как это ни странно, она рождается в России, которую Запад считает очень-очень низкоуровневой страной. Больше всего гениев рождается здесь. До шести лет эти гении себя проявляют вполне хорошо, всё замечательно. Потом, когда они идут в школу, к третьему классу количество гениев уменьшается, и уже к десятому, одиннадцатому классу примерно количество гениев сравнивается с тем же количеством, которое и в Европе присутствует, и даже в Америке и где-то в других странах. То есть уменьшение резко происходит. То есть, другими словами, та система образования, которая сейчас существует в России, она просто подрубает корешки, обрезает крылья, и человек потихоньку становится вот этой самой массой, необходимой для существования системы. Так вот, я так подразумеваю, что Владимир, он меня поправит, если я ошибаюсь, если я додумаю за него что-то. Так Владимир, наверное, имел в виду, если дураков так активно культивируют, значит, системе, видимо, это надо. Так вот вопрос, а для чего системе нужны тогда дураки, чтобы не культивировать гениев или не помогать гениям развиваться, а просто превращать их в обычную серую массу, как во всём мире? Ну, тут, наверное, ответ очевиден, исходя опять же из системы взаимоотношений, которая так называемая матрицей сознания, она живая, и люди, ну, во-первых, можно сказать, что в России ограничений, видимо, меньше каких-то, не знаю, можно сказать, тонких, толстых и так далее, что люди рождаются, маленькие детишки, без ограничений, то есть с большим объёмом души, сознания. А вот такие не нужны нашей матрице взаимоотношений, просто не нужны. И вот получается так, что для того, чтобы выбить субъектность, субъектность, она тоже зависит и от ума, наверное, не только от, просто, как сказать, от какой-то внутреннего чувства, это же развитое сознание рождает субъектность сам по себе на базе какого-то физиологии, чтобы выбить эту субъектность, и у нас и существуют эти все, по крайней мере, в последнее время, такого рода нивелиры, которые стараются сделать клетки для этого животного большого. Ну, понятно. В общем, кто хотел понять, тот понял. Идём дальше. Реплика в эфир из Ютуба от Италия Микерова. Для того, чтобы что-то делать, нужно знать о последствиях своих действий. Точка. Ну, естественно. Согласен с этим. Ну, знать о последствиях своих действий… Если это, наверное, немножко не так. То есть добавить нужно немножко. Знать о последствиях, не знать о последствиях действий, наверное, правильно, что ли, действовать. Или тоже неправильное слово. Когда действуешь сердцем, от сердца делаешь что-то. Оно всегда правильно. И последствия… Ну, вряд ли можно изменить, какие бывают от тех или иных действий. Просто их не изменишь. Если будешь предугадывать все эти действия, то, в конце концов, ты встанешь. Это очень хороший пример, могу сказать, по поводу интересного вот этого реплики. Как-то сделали организацию, которая игрушки делает. Дум-2, по-моему, или какой-то там еще. Сделала, значит, ботов, систему ботов, для того, чтобы можно было играть без людей. Включили этот сервер. Ботов туда отправили. То есть они должны были самообучающихся ботов. Программа, которая самообучается бегать, стрелять друг в друга, выигрывать. И забыли. Они там долго самообучались. Вот через какое-то время, достаточно большое, включили этот сервер посмотреть, забыли про него. Работало, работало. Боты все стоят, замерли и стоят. Ничего не делают. То есть они самообучились настолько, они, зная о своих последствиях, что они решили ничего не делать. В общем, зачем умирать, да? Зачем что-то делать, если жить и так можно? Да. Так вот, получается, что мы не можем этого себе позволить. Знать о последствиях всех последствиях своей деятельности. Если мы будем знать о последствиях всей своей деятельности, мы ничего делать не будем. Такое умное умозаключение. Ну, получается, посидели, вывели. Такой вопрос был интересный. Да, мне напомнил, в прошлые каникулы простоквашенные. Чтобы что-то купить, надо что-то продать, а у нас продавать нечего. Шарик, давай мы тебя продадим. У нас денег нет, да? Чтобы что-то продать, надо что-то купить, а у нас денег нет. Да, давай мы тебя продадим. Ладно, хорошо. Реплика в эфир от Николая из Севастопольского края. Спасибо, очень интересный эфир. Мне очень близко восприятие мира автора. На самом деле всё очень правильно и просто. Нас превратили в недумающих людей. Ты и эта система, потому что мы сами не хотим думать. Вот такое заключение ума. И дальше. А винить в этом кого-то, власть или этот мир, это глупо. Нужно начинать с себя. Спасёт нас только работа над собой. Нужно научиться себя. Ну, в общем, нужно учить и уважать себя. Нужно не искать авторитетов, а быть ими. Да, именно так. Самое интересное, что если мы будем пытаться изменить окружающий мир методами той же матрицы. Допустим, мы пойдём в революцию сделать кого-то. Вот плохие гады, мы их убьём. То есть мы станем сами этой матрицей. Это вот настолько верны эти сказки. Фильмы есть «Убить дракона». Мудрости народной. Что просто диву даёшься. Так оно и есть. Изменить только нужно менять изнутри себя. И естественно, что этот мир вокруг тебя будет изменяться. Да. Многие не верят в это, поэтому доказать что-то тем, кто не верит, не попробовав, даже не попытавшись это сделать, наверное, не получится. Здесь надо просто делать. Вот и всё. Дальше. Из Ютуба. Андрей Улитин. Интересно было бы узнать, что является самой азбукой сознания. Цвет, запах и так далее. Ну, давайте так. Азбуку сознания можно увидеть, имея соответствующее сознание. Узнать, да, есть нечто, что можно сопоставить, скажем, со звуком или с цветом. Ведь в школе учили интерференцию, дифракцию, да. Когда когерентные лучи спускают с разных мест, то какой-то рисуночек появляется. Волны пересекаются, там они между собой становятся, стоящие волны появляются, и появляется некий рисунок. Вот некий ключ к этому знанию. Запахи тоже мы пока ещё вообще мало что знаем. Ну, учуяли запах и всё. А представьте себе, что для многих, скажем, для тех же насекомых, запах – это то же самое, что координаты. Здесь меньше пахнет, здесь больше. Здесь другой запах, значит, это повыше или пониже. Вот такое сделать в голове интерпретацию. То есть можно это узнать, это очень интересно, это безумно интересно, но для этого нужно заняться собственным сознанием. Чтобы преобразовать его, чтобы дойти до этого, доползти хотя бы, нужно его освободить от того мусора, куда оно вовлечено. Вот как раз реплика от Николая Севастоповского края, она этому посвящена. Дорогие русы, начинайте с изменения своей жизни. Исключите ненужные, даже вредные продукты из своего рациона. Исключите ненужные занятия из жизни. Перестаньте общаться с ненужными людьми. Всё это забирает ваше время, а следовательно энергию и силы. Как только человек сделает это минимум, он сразу начнёт просыпаться и думать правильно, мало слушать и говорить красивые слова. Пора уже начинать менять этот мир, начиная с себя, становясь Личностью. Вот мне бы хотелось здесь в качестве ответа и в качестве, ну, наверное, в качестве не то что ответа, многим всем, дать маленькую практику верификации сердцем. Я её, по-моему, давал на прошлом каком-то занятии. Не помнишь, Алексей, не давал? Ты знаешь, хорошего много не бывает в данном случае. Да, но я думаю, что есть смысл. Давайте так смотреть. Мы, я думаю, что все много читали, по крайней мере, не только интернет смотрят, но и там книжки хорошие, есть очень много замечательных вещей. Не только кино, не только телевизор. И слышали и в сказках, и в сказаниях, и в материалах, что сердцем чувствуют, сердцем слышат, я сердцем чую. Это не просто слова. Это действительно так и есть. Вот попробуем, давайте, научиться чувствовать сердце. И эта практика, я не знаю, по-моему, она простейшая. То есть её может изучить каждый, никаких тайн в этом нет. Но она чрезвычайно важна и очень хорошо помогает в любом случае. То есть надо научиться слышать своё сердце, прислушиваться своё сердце. Оно всегда подскажет минимум, правда это или неправда. Будет это что-то такое, сердце чует, осторожно, значит, нужно обратить внимание. Но чтобы научиться, надо привязать к какому-то действию. То есть, допустим, что-то мы говорим и прислушиваться к сердцу. Только что-то вам говорит что-то, а вы прислушивайтесь, включаете своё сердце, включаете своё внимание на сердце и начинаете слушать сердце. Правду говорит человек или нет. Вот почему я так говорю, потому что вот сейчас в реплике, в эфир было как раз слово, что исключите ненужное, ненужное, ненужное. Кто скажет, что это ненужное, кроме сердца вашего, никто не скажет. Вряд ли кто-то, потому что кто-то другой скажет, будь он сто раз лучше вас, хороший, вы там лучший, авторитет, вот не слушайте, авторитет написано. Но это же его мнение, это его сердце, это его жизнь. Значит, нужно слушать только себя. Что нужно сделать? Давайте так же мы присядем, как мы присели во время медитации, и придумайте, задумайте себе вопрос простейший, на который вы знаете точный ответ, абсолютно точный. Такой ответ, есть ли у меня брат или есть ли у меня сестра, типа у меня их нету, то есть есть, точно я знаю, что есть, или точно знаю, что нету, не подходит. Потому что что бы ни было, вы не знаете, где ваши родители, что делали, и может быть действительно у вас это есть на самом деле. Там есть сестра, есть брат. То есть мы должны знать заведомо правильный ответ, который стопроцентно правильный, и который нас задевает. Задумали такой вопрос? Присаживайтесь в позу медитативную. Расслабьтесь так, чтобы можно было, ну не было никаких напряжений нигде. Просто слушайте свое тело. И задавайте себе этот вопрос, и отвечайте себе заведомо неправильно. И слушайте, что происходит с вашим телом, в каком месте, что у вас засвербело, там, не знаю, засосало, или что-то под ложечкой где-нибудь, или что-то еще. То есть для этого нужен хороший такой вопрос, для этого нужен цепляющий вас вопрос, цепляющий вас ответ. И вы сразу услышите себя и сопоставите это с неверным, каким-то неверным интерпретацией, неверным ответом, неверной информацией. Запомните это состояние. И в принципе, теперь, если вам нужно будет узнать, ненужный человек или нужный, непостоянно, конечно, можно замусолить это все. Не надо специально каждый раз спрашивать нужный, ненужный, и думать, прислушиваться к сердцу, прислушиваться к своему состоянию. Просто включайте себя, тренируйте на каком-то, вот говорит по телевизору какой-нибудь там этот диктор или что-то еще, включите, послушайте себя, как отзовется то место, ну, у вас у всех по-разному, у кого-то, может быть, под ложечкой засосет, у кого-то бывает, там, не знаю, в животе станет как-то мутить, у кого-то голова закружится. Ну, в большинстве, если так, вы уже себя попробовали, я уже могу, чтобы чистоты эксперимента уже могу нарушить, в большинстве в области груди изменения происходят. То есть где-то давят, где-то побаливают, где-то что-то так неприятно становится, дискомфортно, когда вы отвечаете неправильно на заведомо известный вам вопрос, который вас задевает. И это вы можете применять в любом случае. Кто-то что-то говорит, вы прислушиваетесь к себе. Вы почувствуете неправду или почувствуете правду. Когда-то что-то отзывается, не отзывается. Может быть, и так это всё есть, но отзывается на правду. А здесь вы чётко будете знать, что есть неправда. Вот можно дальше идти теперь. Раз можно, так пойдём. Насколько я вижу, следующий вопрос к нам поступил… Сейчас, здесь она перескочила, сейчас я проверю. Следующий вопрос от Олега из Иркутска поступил. Здравия, Владимир, матрица, внедряемая в человеческое сознание, в основном основана на страхе и обезображивании вселенских законов и внедрении искажения смысла жизни человеческое общество. «Но древняя мудрость гласит, каждому человеку из древних родов высшие боги установили свой урок. И то, что для вас представлено свыше, того невозможно каким-то образом изурочить или изменить по своему желанию. А посему исполняйте свой земной урок, установленный небесными богами, и сбудется то, чему суждено сбыться». Не кажется ли тебе, Владимир, что каждому человеку нужно делать то, что должно, скорее всего, по совести и осознанно им в данный момент времени, а дальше будь что будет? Например, вот ты делаешь, что должен делать. Алексей Орлов делает, что он должен делать. И так далее. Каждый из нас по этому подобию. Так вот, и взаимодействуем друг с другом с миром. Вот, собственно, и всё, и без всяких заморочек. Ведь всё сложное не нужно, а всё нужное простое. Благодарю. Ну, давайте как раз то, о чём мы говорили, сюда здесь и разложим, разберём. Я согласен, конечно же, с Олегом. Ну, может быть, кроме того, что древние высшие боги, это у меня своё собственное видение на мировоззрение. Но с точки зрения, что он написал, это просто тётелька в тётельку. Это вот смотрите, что получается. Ну, некие, так сказать, силы, не силы, вселенские искажения смысла человеческого общества. Не буду здесь спорить. Искажения было, не было. Могу только сказать, что человеческая сущность гораздо больше на искажении, эгоистичность человека, гораздо больше искажений внесёт, чем кто-либо со стороны, потому что оно лучше знает и внутри существует. Но самое-то важное в том, что здесь Олег сказал, и что надо обязательно над этим подумать, что должно по совести и осознанию им в данный момент времени. А вот что делает человек, если он в матрице? Он делает то, что внешне для него важно. Если он целиком, полностью отдал себя этой матрице, то о чём можно говорить? Он будет делать то, что он считает важным, то есть у него заглушена его совесть, заглушено его божественное происхождение, заглушено то, что связывает его с бесконечностью. Работает некая, так сказать, ограниченная часть его, которая возомнила себя целиком человеком. Ну, естественно, что это как раз нам не подходит. Но если всё-таки человек почувствовал что-то не то, а ведь я, по-моему, и раньше говорил, что совесть — это такая же вещь, это некая, так сказать, из бесконечности, божественная сущность человека, которая всегда присутствует даже у последнего сволочи. Она его теребит, она вводит его в конфликт, может быть, заставляет делать даже… Ну, он по-разному воспринимает, трактует, интерпретирует, начинает там что-то воевать, людей там убивать, ещё что-то такое. Только из-за того, что его внутри гложет что-то. Так вот, человеку нужно соединиться со своей совестью всего лишь. То есть для этого нужно ему вернуть субъектность, стать человеком снова. И тогда делать он будет то, что подсказывает ему сердце. Ему будет спокойно, комфортно. Это неправда, что «Ой, вот ты такой умный, такой бедный, ещё какая-нибудь такая лабуда, что если это бросишь, бросишь делать то, чего ты не любишь, ты там помрёшь». Мы очень часто делаем то, что нам не хочется, не нравится, но вот нам надо делать, чтобы жить. Да мы же не живём. Мы же в вечном конфликте сами с собой находимся. А вот когда мы делаем по совести, когда мы делаем, как написал Олег, изнутри себя, по сознанию внутреннему, так это просто и легко, что бы с нами ни было. И самое важное, что жизнь устроена так, что приходит всё, что необходимо. То есть здесь конфликт начинает уходить в сторону, и мы живём от души своей, мы живём от сердца. Только что мы с вами как раз прошли упражнение, которое позволяет нам потихонечку к этому подходить, понимать, что же всё-таки для нашего сердца важнее в данный момент, для нашего внутреннего «я». И тогда, да, тогда… Это хорошо, что для Олега это всё просто становится. Действительно просто. Но для многих это очень сложно. И очень сложно к этому прийти. В этой связи хочу сказать, что тема именно… Такие заумные слова, да, опять я повторяю, возвращение субъектности человеку самому, возвращение или нахождение человека себя, она ведь не такая заумная, как кажется. Я в Питере был недавно. Есть группы людей, которые обучают, принимают обучение, то есть создают свои обучающие центры, обучают с точки зрения всяческих практик игровых, там разных социальных практик, много философии, простых студентов. Просто они занимаются вне институтов, приходят туда, и главная идея стоит у этих ребят найти какое-то, ну, мы все, так сказать, романтики немножко, какое-то лекарство, которое помогло бы, лекарство в кавычках, помогло бы человеку возвратить себя, вот возвратить то состояние, которым пишет Олег, чтобы ему внутри было по совести все, по совести, по сознанию, что ему по-настоящему должно быть, настоящее «я» должно проявиться. Хорошо. Вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Здравия, Владимир Анатольевич. В разных спектрах цвета должно быть разные ощущения восприятия? Это, видим, вопрос про медитацию. Да, могут быть разные восприятия, конечно. Дальше вопрос, эфир от Татьяны из Латвии. Здравия, Алексей Владимир. Появился вопрос. Как вы видите роль женщины в выходе общества из матрицы? Или нет никакой разницы между мужчиной и женщиной в этом вопросе? Есть личность, душа и работа над собой? Благодарю за ответ. Ну, есть целый эфир по поводу женской интуиции. Я, наверное, опять сейчас обижу мужчин, говоря, что женщины были первые, мужчины появились потом. Я уже рассказывал, рассказываю. Обратитесь к биологии, посмотрите развитие зародыша, который повторяет эволюцию тела человеческого с икринки, с рыбки, с лягушонка. А потом, когда ходит до человека, сначала появляется женщина. То есть вторичные половые признаки у зародыша женские. И если это мальчик должен родиться, уже потом зарастает всё и вырастает. То есть, чтобы не говорили конфессии, вот эволюция, смотрите. Там чётко по развитию своему, кто первый был, кто был второй, показано. Это раз. Два. Разные совершенно существа, женщины и мужчины, с точки зрения сознания, с точки зрения физиологии, сами понимаете. И женщина более, она земная. То есть, женщина и мать, и планета мать, и родина мать, это всё матери. Это то, что в себе содержит всё. То есть, роль женщины, она может быть не активная, то есть, не побегунчик. Давай то-то сделаем, потом там сделаем. Это база, это основа. Как раз в анонсе написано, если как-то будет желание, время, ну, может быть, это на следующую передачу перенести, рассмотреть инь-янь китайский, а русский есть такие названия, яр и йом. Не знаю, может быть, у вас были передачи на эту тему? Потому что это очень интересная сама по себе тема. То есть, женская сила природная, это по-русски называется йом. Ёмкость, объём происходит от этого корня. И даже вот у нас очень много матьюков существует, не знаю, татарских, псевдо-татарских слов. По-настоящему, по-русскому это звучит, допустим, женщина йомит мужчину. То есть, активная роль существует в этом отношении у обоих полов, если на то пошло. Это вот внешнее проявление. А внутренняя — это йом. Это бесконечное такое пространство, то есть то, что в себя вбирает всю нашу жизнь, цивилизацию. Естественно, что чем он йом будет чище душой, то есть идти из сердца больше, тем урасти на этом йоме, или в этом йоме будет оплодотворять его чем-то таким. Ну, опять, это не физиология, это, может быть, сознание, это взаимоотношения, это соотношения между людьми, взаимоотношения сообществ, к миру, ко всему. Это, конечно, очень важно. Тем более, что связь с природой, с землёй, и даже в наших занятиях могу сказать, что работа по синхронизации с землёй, с планетой, конечно, лучше получается у женщин, поскольку это одна и та же природа. Это проявляется во всём. И лунные циклы, сами по себе и земные циклы. Поэтому роль женщины по выходу из матрицы, она, ну, есть две главные роли, мужчина и женщина. Это роль некой базы, некой базы, некого воссоединения с планетой. Ведь если человек, хороший, так сказать, вопрос, здесь сразу развивается большая тема, если мы восстановим связь с нашей планетой, как часть этой планеты, то, наверное, вообще цивилизация сама по себе, и она будет как-то по-другому называться. Это будет настоящая совместная жизнь на планете, с планетой вместе, с природой вместе. Ну и получается так, что восстановить связь с природой в большей степени может и должна и женщина, поскольку она наш заступник, то есть она не тоже, а часть нашей планеты, собственно говоря. Хорошо, идём дальше. Реплика в YouTube от Виталия Микерова «С желанием всё мироздание одето, желание не друг познания и света». Ну, есть три мира. Есть мир форм, мир желания, мир без форм. Желание возникает из эмоций и сознания. Ну и, конечно же, из инстинктов откуда-то. Да, именно так. Есть воля, есть желание, есть действия осознанные, а есть желание. Вы же, наверное, замечали, что желания, желаний в голове много, не все они реализуются, реализуются, освобождаются на русский язык. Освободилось желание, во что-то оно должно превратиться в какое-то действие, какую-то форму. А если оно не освободилось, оно болтается между людьми из того, кто желает, высасывает все соки и силы. Да, очень много заполонило вокруг мироздания. Всем здравия, Миколаевич из Терраховки. Вопрос эфир. Медитация с цветами чистит сознание? Если нет, то как его можно от мусора почистить? Нет, сознание, оно не чистит. Эта медитация балансирует слои человека, балансирует организм сам по себе, успокаивает, приводит в некий порядок многослойный человеческая сущность или тело, или вообще человек. А как от мусора почистить? Ну вот, от мусора мы чистим его, во-первых, самостоятельно, вот то, что я только что говорил. Есть какое-то ловить себя на какое-то вовлечение, ловить себя на вовлечениях во что-то и бить по рукам или по ушам, как угодно можно придумать. Ну, вспомните, наверное, есть такая штука неприятная, когда мы, у нас слова паразиты к нам прилетают, и мы не можем от них освободиться. Как мы от них освобождаемся? Мы начинаем, как только мы говорим это слово паразит, вспоминать об этом и себя останавливать. То есть, это образ жизни и воззрения, самое первое. А что касается работы по упражнению, есть медитации, есть медитативные практики, и причем многотысячелетние, очень успешные, то есть, есть методы, которые помогают не то, что от мусора почиститься, а от внешних мыслей. Мусор, не знаю, может, в разных представлениях этот мусор может быть разный, но в конечном итоге вычистить от мыслительного процесса и достичь своего настоящего сознания, такого истинного понимания сознания. Потому что по-настоящему, если так говорить, до этого с трудом доходишь, конечно, это долго надо работать, над собой есть много препятствий. когда начинаешь понимать, что мысль это мысль и действие и предмет, к которому обращена эта мысль, это одно и то же. Это такой парадоксальный вывод, но в конце концов он приходит. Начинаешь понимать, что все твои мысли, которые ты вдруг мыслишь, они возвращаются к тебе в виде событий, людей, взаимоотношений, действий каким-то образом. То есть практически весь мир вокруг тебя это твои возвращенные к тебе мысли. Вот может быть здесь как раз карму-то и придумали. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Измытищ. Владимир, за что все эти беды на русский народ? Это наказание за что-то или тренировка на выживание? Есть очень интересный такой факт в психологии. психотерапевти, наверное, даже так будем говорить. Если у человека нет конфликта внутри, то это вот ну все. Это вариант никакой. То есть автомат, бездушная машина либо, так сказать, ну, дебил, вот так будем говорить. Когда есть внутри конфликт, когда внутри разбираешься, есть движение. И вот так, не знаю, я не буду за весь народ говорить. Это мое предположение только, больше я не могу сказать. Я предполагаю, что благодаря этому движению, благодаря этому взаимодействию с внешним миром вот такому, не только мы остаемся, пока еще остаемся. Ведь давайте посмотрим, все меньше и меньше людей у нас как-то более-менее субъектными остаются. очень много у нас, так сказать, офисного плантона появляется, людей, которые в потребительство падают. Есть целое поколение, которые просто с ними говорить нельзя. Это машины, это какие-то чудища, чудовища. Но вот благодаря вот этому конфликту, наверное, закаляется сталь или что-то делается, что-то постоянно возобновляется человеческое внутри людей. Прям Павка Корчагин сразу вспоминается, как закалялась сталь. Ладно, из Ютуба от Вовы мир реплика в эфир. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Согласен, не согласен? Философское очень хорошее замечание Макареевича, но оно как раз идет от чего? Как только мы достигнем себя, как только мы начнем из себя настоящего, то есть самоопределимся и начнем из себя самого внутреннего, глубинного я жить, то естественно мы меняем вокруг себя мир. То есть у нас время прекращает действовать, то сколько мы не размазываемся по времени, по прошлому, будущему, у нас начинает действовать изменяемость. И каждая наша следующая точка изменяемости зависит от настоящего. То есть это четкое подтверждение Макаревича. Да, все надо понимать, мир будет прогибаться под кого? Под того несовершенного, кем вы являетесь? Нет, под несовершенного не будет, только когда мы себя не знаем. Ты знаешь, некоторые же пытаются проще, вот не нравится мне кто-то, как-то взял дубину, да, по голове другому настучал, чтобы он лучше, чтобы он умнее меня не был, да? Да. Таким образом пытаются менять мир. И что тогда за мир будет построен? Ведь все тогда с дубинами придут к вам в гости. Ведь вы же мир сделаете таким, чтобы все с дубины брались. Поэтому прежде чем мир менять, надо сначала себя изменить, так чтобы все в нем было хорошо в этом мире, как хорошо все у вас. Здесь нужно примечание сделать, что ни в коем случае нельзя мир, который ты считаешь нужным, переделать под себя. Это значит начинается под себя переделаешь, значит переделаешь под свое эго. Потому что мы в конечном итоге едины, мы являемся единым организмом. человек это рот. Рот это большой-большой человек. Вот так давайте считать. И если мы будем одна клетка левой руки и говорит, ой, что это у тебя справа рука появилась, давай мы ее левой сделаем. Это же совсем будет нонсенс какой-то. Прежде чем следующий вопрос задать, который поступил к нам в эфир, от себя вопрос задам. Ты Марата Харрисова знаешь или не знаешь? Нет, не знаю. Лекции его видел, не видел, да? Лекции его не смотрел? не смотрел. Тогда вопрос бессмысленный, идем дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Тот из детей человеческих, кто в состоянии услышать все многообразие звуков окружающего мира, матери природы, сможет услышать, как бьется сердце его в едином порыве со Вселенной, а кто лишь слушает только себя и свои рассуждения, никогда не услышит великолепную небесную музыку? Ну, в какой-то мере да, так оно и есть. Но, опять же, есть маленькое примечание. Это еще не конечный, так сказать, факт. Мы можем бесконечно менять это все, менять свои переживания, свои ощущения и так, что в конце концов мы даже не сможем выразиться. А тогда, значит, вот мы с вами сейчас на вопросы ответим и попробуем синхронизироваться с сердцем Земли, свое сердце синхронизировать с сердцем Земли. Ну, через большую медитацию, так сказать, у нас будет большая медитация, мы соберем свои, свою жизнь, свернем ее, потому что с таким хвостом мы ничего действительно не услышим, когда мы у нас сознание разложено, думает, переживает за прошлое, не переживает, там, страдает о прошлом, переживает, что будет в будущем, конечно, мы ничего не услышим, никаких ни музык, сфер, ни Земли, ничего. А так, да, можно услышать, и это действительно вещь такая, которая притягивает, это Кришна так определил, там же касты, и у нас тоже варны, если кто-то знает, что в прославянском, про русском, или может быть про земном народе, из которого вышли все остальные, были, есть варны, цвет пламени души, не какие-то там, ты лучше, ты хуже, глаза зеленые, у тебя глаза серые, хотя тоже есть какие-то внешние признаки, это пламя, да, цвет пламени души, и вот исходя из этого, и можно, как сказать, увидеть или не увидеть вот эту вот музыку сфер, так называемую. Из Ютуба реплика от Виталия Микерова, когда ты говорил, видимо, про слова паразиты, вот он писал, а спасибо тоже слово паразит? Для кого как? Кто-то, если повторяет пять раз на дню, несмотря ни на что, просит его спасти, может быть, у кого-то паразит. Смотря какой смысл, если он без смысла, повторяется слово, оно слово, которое ничего в себе не несет. Можно ведь сказать букву одну, и она будет нести в себе огромное количество всего. Вот есть буква А в дзакчене. Для нас А, ну, начало алфавита, начало всего. А она имеет некий сакральный, мистический смысл, и мантра с этим звуком, с этой буквой, она может многое сделать. В общем, каждое слово должно быть к своему месту привязано, а не просто так выпущено, и со смыслом, самое главное, чтобы рождался образ, который в этом мире воплотится. И, кстати, этот мир тогда будет становиться несколько в зависимости от того образа, который из этого слова, из вашей мысли родился. Тут прямая взаимосвязь присутствует. Идём дальше. Вопрос эфир от Велимира. Несколько не по теме, но можно как-то к теме нашей подтянуть. 27 марта начинается забастовка дальнобойщиков. Их поддерживают фермеры Ростовской, Волгоградской области. Практически, что это означает? Какие последствия на всех планах бытия? Как ты думаешь? Я бы сказал, что первые, самые главные последствия в любых действиях, они наступают в людях, которые действия совершают. Скорее всего, последствия, что касается матрицы, будем так говорить, эти действия, они осуществляются в правилах матрицы. Забастовки, выступлений и так далее. То есть, это можно рассчитать с помощью каких-то инструментов работы с матрицей. А самое главное, что с людьми будут, которые вышли на этот протест. Кто-то вышел, с какой целью вышел и как вышел, но внутри-то у них будет просто ускоренное развитие внутренних личностей как таковой. Кто-то, кому-то приведет к пределу, наверное, и, как сказать, а предел, может быть, где-то в эмоциональности заложен, то есть какой-то агрессии, а кто-то пойдет дальше. Скорее всего, из людей, кто этим занимается, где-то, наверное, третья, может быть, четверть, очень здорово на этом событии себя продвинуть в своем развитии. А что касается событий, ну, что с этого будет, плохо, хорошо, к чему это приведет, это не ко мне. То есть, это опять работа с матрицей, это инструмент, это неинтересно и, как сказать, ну, непродуктивная такая работа, предугадывать или наоборот что-то делать. Главное, что люди получат, где-то около четверти из них получат очень большой скачок в своем собственном развитии. «Хорошо». Вопрос эфир от Олега Изяркутска. Матриц — это своего рода проверка на духовный потенциал человека, так сказать, естественный отбор. Если человека поглощает матрица и он за всю свою жизнь так и не осознает того, этого, то он, как говорится, занимает свое более низкое место в арновой иерархии человека в ракурсе причинно… Так, прыгает меня здесь. в ракурсе причинно-следственные связи вселенских законов. А если же понимает и выходит из этой зомбирующей матрицы, то занимает более высшую ступеньку в развитии. Все верно. И все равно, Владимир, матрица не прыгнет выше светлых вселенских законов. А, вот я начал говорить, что-то у меня выскочило из головы. Значит, что касается ВАРН и КАСТ, почему Кришна был такой популярный. Кришна, и Кришна, это же ваишнавизм, брахманизм, индуизм состоит из разных. То есть, много там есть главных богов, тысячи неглавных и каждое течение. Кому больше отдать предпочтения. Так вот, Кришна объявил, что любой человек, увидев верхний свет, то есть, хоть раз почувствовал это, пережив это великое соединение со своим изначальным, он никогда об этом не забудет, и это будет для него не то, что стимулом, а прям веревочкой, насосом, который будет вытягивать на другой уровень. Что касается ВАРН и КАСТ, да, первые четыре, ну, четыре ВАРНы сами по себе, они, конечно же, в Матрице присутствуют, но только как пирамида. ВАРНы, то есть, Смердов больше всего, Веси и дальше поменьше, Витязи еще меньше, а уж ведунов вообще единицы. В Матрице слоев общественного сознания, потому что там, где уже слой культуры, то есть, там, где уже ведуны, так называемые, или брахманы, да, там уже вот эти вот законы вовлечения сознания, ведь я говорю про Матрицу не с точки зрения ВАРНы, КАСТ, сами по себе они есть, а с точки зрения внутренней составляющей, внутренней сути ВАРНы, КАСТ, это вовлечение сознания в те или иные стереотипы и шаблоны, которые получились в результате вот этого первичного вовлечения. То есть, настолько мое сознание больше откликается, я вовлекся больше в сознание Смердов или Шудр. Я буду делать, я буду работающим, и мне будет абсолютно пофигу, как это делается, если мне дали, что делать, я буду копать и делать, и мне остальное меньше всего будет заботить. Если я пойду куда-то в церковь, меня будет заботить больше всего или там Брахману, как мне пройти сколько шагов, кому свечку поставить в каком-то конкретном случае по технологии. Чтобы была зарплата, поставлю тому, чтобы у меня выздоровело там, здоровье было лучше, поставлю третьему, четвертому. А вот какой у меня праздник, а что по этому празднику мне одевать, что есть. Это ведь, как сказать, человек сам по себе изначально совершен, но проявление в данный момент его сознания, оно к чему больше приклеивается? Вот приклеивается или куда больше вовлекается? Вовлекается в шудрак, в работе, именно в это понимание, в эти стереотипы, шаблоны. Туда он, там будет вовлекаться. Но если его нужно вовлекаться, да, и его субъектность тоже с этим вовлечением переходит в эту матрицу. Его сила человеческая, ведь человеческая сила как раз в разуме, в сознании. Если человек вовлекаясь куда-то настолько, что он отдает управление собой, то есть да, я буду поступать, как вот этот слой поступает, то есть он отдает свою силу и становится частью этой матрицы на том уровне, на другом, на третьем, на четвертом. Естественно, что на уровне, скажем, Брахмана, там этого уже практически нет. Или на уровне идеологии, на уровне Кшатрия не так уж это уже плохо выглядит. Это уже выглядит как некий скрепляющий материал, когда человек ради других он может, так сказать, пожертвовать жизнью. То есть у него возникает уже такого рода гуна страсти еще называется. Поэтому тут по поводу высшей-низшей ступеньки, я бы не говорил, потому что высшая-низшая ступенька, она относительно нашего вот этого ограничения матрицы в самом себе. Человек, где бы он ни находился, он всегда имеет свою божественную сущность или свою сущность изначального совершенства. Ее, может быть, надо разглядеть, ему, ну, в конечном итоге относиться можно и нужно к любому человеку на любой стороне, то есть на любом месте, как к человеку. Это, собственно говоря, отражение, в конце концов, наших всех внутренних таких же свойств. Мы чуточку, кто бы ни говорил, там, может быть, там, просветленный и так далее, имеет все свойства, всех этих варн, всех этих каст в себя включает. И от эго даже мы не отказываемся, оно тоже является частью нас, только оно не должно быть вместо нас, вот так где-то. Вот поэтому к варнам и кастам у меня отношение именно через вовлечение сознания и через передачу субъектности, передачу человека своего «я» управления этого всего. Да, что касается матрицы не прыгнет выше светлых или стенских законов, это тоже, наверное, есть смысл поговорить. Если есть закон, то это тоже матрица. Только, наверное, матрица другого уровня надо понимать, да? Ну, и в то же время, вот мы сейчас при очень тонком моменту можем подойти, как человек понимает, так и есть. Вот человек, если существует в ограничениях и говорит, что вот, слушайте, а мир ограничен, онтология так называемая, есть понятие такое, этого мира для меня ограничено. Вот там есть кто-то, законы и так далее. Это дублируется или там помножается, мультиплицируется дальше, выше еще кто-то, выше еще кто-то. Для человека, который так сознание, которое определяет себя граничным, так и есть. Но если человек не раскрывается и ищет в себе, вот если он считает, что все-таки, ну, считает, до глубины доходит, раскрывает себя внутри, ну, как может быть Бог ограниченным быть, да? Бог или что-то, вот, допустим, тенгре у кочевников, то есть это небо, оно безграничное. Абсолют атмана у индусов, он тоже не имеет никакого, атмана только некое, так сказать, определение, которое помогает в работе, в словах, тоже нечто бесконечное. Атон в египетской мифологии, это тоже бесконечность. То есть там нет ограничения как такового. Все зависит от сознания человека. И если он ограничил для себя мир, для него такой он и будет. — Наверное, здесь надо учитывать то, что в этом мире все последовательно дается, и есть стадии взросления, стадии развития и стадии понимания. Поэтому, если для маленького ребенка что-то ограничивается школой, мамой, папой, общением, потом где-то там еще чем-то ограничится, в конечном итоге рамки расширяются, и он на основе того, что познавал когда-то, познает этот мир в большем объеме. И поэтому понятно, что вот когда я говорил про матрицу более высокого уровня, то я говорил так, что на определенном этапе надо необходимо познать, где ты находишься для того, чтобы дальше двигаться. Когда ты переходишь, ты видишь, что здесь есть что-то еще интересное, но в конечном итоге это тебя тоже начинает ограничивать. Тебе необходимо будет по мере взросления или выходить, или здесь же умереть, как это в болоте вымирают. И в конечном итоге все равно человек, который все-таки, как мне кажется, мы помогаем людей превратиться из головастиков в богов, то мы даем только ключи познания этого мира через которые и направления, через которые человек сможет себя продвигать в сторону вот этого божественного и становится богом, для которого нет ни рамок, ни ограничений. Это естественно, это абсолютно верно. Здесь есть маленький нюанс, который тоже, может быть, как ключ и расценен быть. С линейным сознанием, почему я про время все время говорю, талдычу про время, линейное и так далее, про вневременность, ту самую, которая успешно у нас прошел курс, и мы продолжаем работать. Почему? Потому что линейное время, понимание линейного времени, оно как раз не дает человеку выйти из ограничения. А как не дает выйти из ограничения? Необходимо преобразовать свое сознание. Оно тоже спонтанно преобразуется в результате просто, назовем это праведной жизни или жизни от совести. Единственный рецепт, собственно говоря, преобразования сознания, чтобы совершенно нормально воспринимать бесконечное и конечное в одном, то есть так называемая недвойственность, закчение, это жизнь от сердца, жизнь от своего внутреннего «я», естественное из своей глубины жизнь и проявление естественное в этом мире от сердца. То есть жизнь с сердцем это единственный рецепт преобразования сознания, который вытащит тебя из конечностей, из ограничений. Вопрос в эфир от Жени Макаровой из Риги. Действительно ли есть люди без совести как таковой? Или они знают, что делают и мучаются внутри? Или же им всё равно? Ну, мы привыкли. Любой человек всегда думает о чём-то, как представляет внутри себя. Вот мы думаем о совести именно так. А совесть наверное это часть нечто большего. Ну, допустим какой-то объём на плоскость положили это будет какая-то фигура. Положили кубик на плоскость четырёхугольник появился, прямоугольник. Поставили шар на плоскость точка появилась. Хотя шар это самый совершенный объём, правильно? Самая совершенная фигура объёмная. А на плоскости всего лишь точка. Но представить, что совесть она проявляться может совершенно по-разному у человека. Вот взять какого-нибудь какого-нибудь там садиста-убийцу, который вот не может прожить, чтобы кого-то что-то не убить. Почему он это делает? Потому что внутри у него что-то на это толкает. Там можно говорить про кару, можно говорить про предопределённость, то есть убирать ответственности человека. Но человек-то большой, он не только в теле, в потрохах осуществляется, он до бесконечности большой. Но вот его маленькое проявление здесь каким-то образом настолько маленькое, то есть он большая, вот эта вот универсальная, самая, так сказать, уникальная и совершенная сфера, она на плоскости всего лишь точечкой определяется. И определяется так, как, может наоборот определяться, как позыв кого-то там убивать всё больше, потому что инверсия происходит внутри, что вот смотри, у них все тут хорошие такие, а у меня тут, я тут не могу никак, у меня внутри насчёт этого хорошего, я не хороший, что-то такое внутри. То есть это работа психологов, и как психологи определяют психо, здесь уже, наверное, не психотерапевты, а клиническая психология, ну, психотерапевты, да, не просто психологи, это возникает на основе вот этих внутренних, внутреннего конфликта, а внутренний конфликт у человека всегда бывает между его проявлением, как он в жизни проявлен, и тем внутренним я, который внутри, видимо, невидимо, глубокий, даже из самой глубины он всё равно будет толкать его на что-то. Поэтому людей без совести, наверное, будем так сказать, нет, а тот, кто без совести, это не человек. Понятно. Хотя вот я, если отвечать на Жене вопрос, встречал людей, которых никогда совесть не мучила, они говорили, я не знаю, что такое мучение совести, вот вы мне говорите, я просто делаю то, что мне выгодно, то, что мне нужно сейчас. Всё. Таких людей я встречал. Поэтому, говорит, все эти разговоры про совесть, это сказки, оставьте при себе, я делаю то, что мне нужно. Я по-другому, наверное, смотрю, потому что человек не заканчивается жизнью. Если мы будем говорить о человеке, который много что-то делал, такого вроде бы мимо совести, то есть не против совести, против чего-то, есть, на Тибете называется состояние барда, состояние смерти. У нас мы понимаем, что есть три дня после смерти, девять дней, сорок дней. Кто-то говорит, что про разложение лептонных полей. Так вот, после смерти, между переходом, смерти самой по себе нет, сознание, оно не прекращает действовать. Но вот эти вот оболочки, которые были отсоединены от внутренненастоящего большого человека, они, собственно говоря, приводят при переходе чисто технически, технологически, как еще сказать, к огромным страданиям. Человек без совести, это значит, что его эго становится я, становится живым, становится с боязнью умереть, то есть вот это инстинктом, со страхом великим. И вот представь себе, что он начинает срываться как вот с карандаша. Ты зачищаешь карандаш, срезается, естественно, что ему очень больно. И вот когда человек умирает такой, у него наступает настоящий ад, когда это я начинает умирать, по-настоящему умирать, начинает она долго, поскольку времени там нет, к которому привыкло, наше я нижнее, ну вот это эгоистичное я. И это продолжается бесконечность, вечность боли, боли смерти, боли, страха смерти и постоянной смерти, пока эта оболочка не распадется. Как только она распадается, возникает другой человек, то есть сам настоящий, не возникает, а проявляется сам настоящий человек, и вот по этому туннелю куда-то далеко продолжаем жить, лететь. Прежде чем нам перейти к третьей части уже, где будет медитация тобой проведена, занятие практически, последний вопрос зачитываю от Вали. И потом отбивочка, и будет третья часть. Итак, Валя пишет, запись бесед Ошо, и у него есть много медитаций. Как вы к ним относитесь, и знакомы ли вы с его трудами? Ну, я ни глубоко не изучал Ошо, ну, по крайней мере, то, что я знаю, у меня никаких таких отрицаний не вызывает, много очень, так сказать, нормального. Ведь такое знание, или вообще сама по себе реальность, она одна, просто со всех сторон мы ее смотрим, со всех сторон мы о ней рассказываем. Даже, не знаю, тот же Распутин и тот рассказывал о реальности, тоже, но только со своей стороны. Вот поэтому я к Оше отношусь весьма, ну, неотрицательно, точно. А потом, собственно говоря, он есть, как я могу к нему относиться? Он есть, он много дал хорошего людям, людям, тем, которым не было что-то необходимо, он им что-то давал. так что нормально. Ну, с его трудами я сильно не знакомился. И, в общем-то, еще один вопрос пришел. Евгений Иванов задает вопрос. Добрый вечер. Подскажите, как себе проверить, какой ты варнии принадлежишь? Заранее благодарю вас. Ой, это самая такая вредная вещь определять себя в табличках. Это значит, что определять себя в матрице. Задайте себе вопрос, кстати, все задайте вопрос, кто вы или кем вы хотите стать? Ну, может, кого-то обижу, может, нет, если вы вдруг скажете, что я учитель, я врач, я художник, я копатель, я пролетарист, прорабочий, если я хочу стать богатым человеком или хочу стать знаменитым, то это означает, что вы еще в варнах или в кастах. Если кто-нибудь из вас все-таки додумался сказать себе, для себя определить, а это вот определение, самоопределение, к сожалению, очень мало кто в наших жизненных этих буднях себе позволяет. Если вы все-таки вдруг для себя решили, а я все-таки хочу в конце концов человеком, то стать как это, Баранкин, быть человеком, значит, для вас уже этих варнах уже нету. Но в любом случае не надо себя ни в коем случае не определять у этих варнах. По цвету глаз, по каким-то признакам, мы все, хоть там, не знаю, супер просветленный, пробужденный человек, все эти варны в себе несем. Ведь тело наше состоит из минералов, из тела, физиологии, эмоции, ум, еще что-то такое. Ведь мы не можем жить без тела, мы не можем жить без потрохов наших, мы не можем жить без эмоций, которые соединяют нашу физиологию с нашим сознанием. Поэтому первое, что дает вам право сказать, что вы не варнах, это то, что вы не определяете себя, то есть не ищете себя в них. Зная, зная о них, зная о них, естественно, не просто так, а зная, что это такое. Понятно. Ну что, тогда переходим уже к отбивочке и потом третья часть занятия практически. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 9 марта 2017 года, четверг, по одному из старинных восьмой день месяца пробуждения природы, 7525 лета, понедельник. Открытое занятие развития сознания такого темы сегодняшнего эфира автор-сказитель Владимир Андреевич Лукашенко. И вот наконец-то пришла череда, пора, время Владимиру провести то самое открытое занятие уже в более расширенном таком варианте. До этого проводились маленькие такие, простенькие, а теперь более серьезное, глобальное, как я представляю себе. Я, конечно, могу ошибаться, но так думаю. Пожалуйста, Владимир. Но оно идет уже два часа занятия. Да, но сейчас уже конкретно это. Уже с вопросами закончили. Оно идет уже два часа. Никто об этом не замечает этого, но оно уже идет. Ты знаешь, когда мастер вот это все проводит хорошо, незаметно, что оно проходит, но оно идет. Да, да, да. Да, мы сейчас проведем такое занятие. Мы попробуем с вами синхронизироваться с планетой. Я еще раз напомню свое, по крайней мере, свой взгляд на то, как нам все-таки воссоздать тот мир, который мы называем славянским, называем праславянским, прорусским. То есть тот, который, как наша родовая память, видимо, нам говорит, что был счастливым миром, миром человечности, миром прави. Наверное, все-таки как я говорил, нужно вернуть себя, вытащить из существующей матрицы, вытащить, это еще раз говорю, не значит уйти в монастырь, а просто вытащить свое «я», не быть частью клетки взаимоотношений, правил, шаблонов, стереотипов существующей цивилизации. Она настолько ушла далеко вперед, стала самостоятельной, что она стала, как мне кажется, для человеков уже не по дороге с ней. Это раз. Два, конечно же, нужно говорить о воссоединении с природой, понимании природы, воссоединении с природой всем своим сознанием, умом, телом, всем, чем только можно. И, естественно, что выход из ограничений, в том числе из ограничений не только сознания, но и получается, как мы с вами разговаривали, я говорил по поводу ограничений инфраструктурных, тех же самых, которые накрепко привязывают и удивляются, что мы пытаемся отвязываться от нее. И, конечно же, такую ошибку, наверное, не стоит допускать, как некая попытка выйти из матрицы с помощью тех же способов приема самой матрицы. Это некие, так сказать, внешние объединения, перевертывание наизнанку всего человечного, внутреннего и начало работы с тем, давайте мы, значит, создадим чего-то такое, государство новое, объединение, еще что-то такое. Но это мое мнение, что это не только бесполезно, но еще и вредно. Как когда-то взял Гитлер свастику арийскую, пускай в другую сторону завернутую, присвоил себе, а теперь мы всем плачем, не можем наши символы прорусские, прославянские, прорийские использовать, потому что она у нас запрещена. Ну, а теперь мы, вот то, что мы делали с вами, балансировку организма, это было вводно, это не просто так все было. Теперь мы с вами сделаем такую длительную практику. Мы попытаемся почувствовать своим сердцем, сердце нашей планеты. У каждого по-разному получится, не ждите от этого сильно многого, хотя бы потому, что для того, чтобы по-настоящему чувствовать царство Земли, природы, их несколько, их четыре, ну, три, по-честному говоря, четвертая. Человек все-таки, вряд ли оно относится к нашей планете, такая сволочь, которая свою мать, если так будем признавать, всеми силами старается угробить. Это минералы, растения, животные. Ну, это, опять же говорю, это по-настоящему это прочувствовать, можно занимаясь этим достаточно, ну, не то чтобы долго, а просто увлекательно от души, от всего чистого сердца. Ну, а мы с вами сделаем следующее. Мы с вами, я напоминаю, присядем, так сказать, ровненько, тихо. Мы с вами сначала проведем упражнение, которое делали в одной из предыдущих наших эфиров. Мы свое внимание вернем из прошлого здесь, сейчас. То есть, мы с вами попробуем свернуть всю нашу жизнь и разместить ее в одной точке, как свернутый клубочек в сердце нашем. То есть, мы не откажемся от того, что было с нами когда-то, ни в коем случае от эмоций, хороших, плохих. Мы просто вернем энергию нашему сознанию, которая у нас растянута, раскидана, отдано каким-то событиям, каким-то переживаниям, когда-то в неком виртуальном пространстве, так называемом прошлом, которое уже прошло, и уже его нет. То есть, мы решимся этого хвоста и мы без этого хвоста попытаемся с вами дальше под моим руководством уже в достаточно серьезном таком состоянии медитативном войти в нашу планету, соединиться с каким-то образом нашей планеты, почувствовать хотя бы чуточку, хотя бы маленьким таким кусочком почувствовать объединение и почувствовать нашу общность с природой. Для кого-то это будет может быть просто успокоиться, а кто-то наверное серьезно так сказать себя ощутит, почувствует, ну и слава Богу. Итак, мы с вами присаживаемся на стуль ровно. Как я говорил, у нас, ну мы не будем сидеть в позе лотоса, тоже можно делать это, но можно и без этого обойтись. На стуле мы сидим, у нас прямые углы в коленях, прямые углы бедра туловища, ступни стоят на полу, мы руки ноги не перекрещиваем, не соединяем, руки лежат у нас на коленях. Лучше бывает, когда мы садимся не облокачиваясь, то есть нет на краешек стула. Спина у нас ровная, плечи слегка опущены, то есть они расслаблены, поэтому они опущены. Подбородочек чуть-чуть вниз, у нас челюсти сомкнуты, ну не судорожно, а свободно, просто они закрыты, рот закрыт. И язык на верхнем небе. Мы садимся так, следим за своим дыханием, которое у нас идет, через нос мы дышим, нижней частью живота, через нос мы вдыхаем, в живот, нижнюю часть живота и выдыхаем, следим своим сознанием за своим дыханием. И стараемся не вовлекаться ни в какие мысли, которые к нам приходят. То есть мы сначала входим в такое спокойное состояние. сердце. А теперь мы сосредотачиваем наше внимание в своем сердце. То есть это наша отправная точка, это наш центр нашей жизни, центр нашей реализации нашего я, нашего вообще существования в этом мире. Отмечаем себя, что мы находимся в точке здесь сейчас, находящейся в сердце. Это здесь сейчас, она постоянно с нами. И теперь мы попробуем сделать следующее. Мы представим, что наша жизнь как линия. И мы оборачиваемся назад и идем назад по этой линии до точки, когда наше сознание появилось на свет. По пути мы отмечаем те или иные события, которые произошли с нами, чтобы не забыть их на обратном пути. Просто отмечаем, не вовлекаясь в них, не рассматривая их, не думая о них. Ведь события могут у нас быть связаны с какими-то эмоциональными ощущениями, ощущениями сознания, образными ощущениями. Мы их просто отмечаем. И потихонечку так идем и идем в начало нашей жизни. Мы проходим нашу жизнь, в зависимости у кого какой возраст, проходим зрелость, отмечая те или иные события, которые наиболее нам наверное отнимают наше внимание в течение нашей жизни. Мы их помним хорошо. Может быть иногда выходят события, которые мы давно забыли, но мы тоже их отмечаем, что они есть. Проходим молодость, юность, отрочество. Здесь потихонечку, тщательно уже проходим наше детство. То есть мы стараемся не просто идти по пустой дороге, вспоминать, что на этой дороге пути к нашему началу было. И вот мы доходим до точки, где наше сознание появилось в этом мире. Мы не можем сказать, когда это произошло. Возможно, кто-то вдруг вспомнит момент рождения, но вряд ли кто вспомнит момент зачатия или момент появления сознания в этом мире. Нам это всё равно. Мы отмечаем эту точку, когда наше сознание появилось здесь. Дошли, повернулись вперёд лицом в наше будущее, где мы находимся здесь сейчас, и начали сворачивать эту дорожку нашего времени, нашей жизни, дорожку, ленту, в сторону, где мы находимся здесь сейчас. А заодно вместе с дорожкой мы сворачиваем в неё все те события, которые мы отметили, когда шли к началу нашей жизни. Сворачиваем, закручиваем её, доворачиваем, чтобы она была плотно свёрнута, эта лента или дорожка с этими событиями. Они остаются в этом рулоне. Потихонечку двигаемся, не останавливаясь, не вовлекая в стильные события, которые мы заворачиваем в эту дорожку, просто отмечая, что они есть, но отмечая, достаточно внимательно и содержательно. Так мы проходим детство, мы проходим отрочество, дальше проходим юность свою. Да, события нас, может быть, задевают, но мы не вовлекаемся осознанием в теленые события. Мы только отмечаем, что они есть. Кстати, это и есть практика уничтожения мусора в голове. Идём дальше, сворачиваем, стараемся, чтобы этот рулон был плотно завёрнут, как только можно, то есть сам по себе он был как точка. Проходим молодость, сворачиваем эту дорожку дальше. Ещё раз говорю, что мы не спешим, но мы и не тормозим. Идём достаточно быстро, заворачивая в эту дорожку все события своей жизни, которые нас волновали, которые нас отвлекали, которые заставляли нас вспоминать зрелость, сворачиваем дальше. И вот мы подходим к тому месту на этой линии, где мы находимся здесь сейчас. Мы сворачиваем эту дорожку всё больше и больше, плотнее и плотнее. В конечном итоге мы оказываемся с этой дорожкой в центре нашего сердца, поскольку мы оттуда начали путь. Теперь все события, которые были с нами, они не находятся где-то, куда нужно, отнимая нашу энергию, отправляться, переживать их заново или не переживать, или думать, что что-то не сделал. Они находятся всегда с нами в нашем сердце. Мы собрали всю нашу энергию от этих событий, и они находятся с нами. То есть мы получили огромный запас нашей растраченной зря энергии. Мы всегда можем обратиться к ним, эти события, это наша жизнь, прошлое, находятся в нашем сердце. Это означает, что она приобретает новые качества, перестает нас приводить к страданиям. Так мы ощутились в наше сердце со всей нашей жизнью. А теперь давайте представим нашу планету и перенесемся своим сознанием, своей фантазией в центр нашей планеты. Она живая. Переместились в центр планеты. Представим, что он находится в нашем сердце, где находится наша жизнь. И теперь попробуем уменьшить нашу планету, нашу Землю и вместить ее в наше сердце. Как это будет? Либо мы увеличимся до огромных размеров, либо планета. Для нашего сознания это совершенно безразлично. Мы вместим нашу планету в наше сердце. и побудем с нашей планетой в сердце. Причем мы не будем вовлекаться в мысли, которые приходят по этому поводу. Мы будем наблюдать за ними, но мы не будем их думать. Мы просто будем ощущать наше огромное сердце, в котором находится наша жизнь, в котором находится вся наша планета. Возможно, мы будем ощущать то, что чувствует наша планета. Возможно, нам придут какие-то мысли, интерпретируемые нами по поводу нашей действия на этой планете. А теперь мы продолжаем дышать носом. И теперь мы оставим нашу планету планету в нашем сердце. Нашу жизнь теперь останется всегда с нами в нашем сердце. Навсегда будем иметь прямую связь с нашей планетой. Вкупе с нашей возможностью верифицировать любую информацию с помощью сердца у нас теперь в груди не не просто инструмент, а в груди наше я, наше настоящее я. И с глубоким вдохом выдоха выходим из этой медитации, то есть рассредотачиваем наше сознание, отпускаем его, нашу внимательность. Ну, немножко подышим несколько вздохов выдохов, чтобы прийти в себя. Ну, дальше открываем глаза. Да. Редактор субтитров Можем выходить. Хорошо. Все вышли из медитации, все живы-здоровы, все замечательно, хорошо. Вы с нами здесь, на Народном Славянском Радио. Мы продолжаем эфир. И заключение я еще зачитаю один вопрос, который пришел от Павла из Подмосковья. А потом будем уже подводить итог сегодняшней нашей передачи с тобой вместе. Очень благодарен Владимиру за цикл передачи. Информация действительно практична и легко применима. Теперь вопрос. В свое время читал несколько книг направления Симарон. В них в игровой форме показывается взаимосвязь внутреннего состояния себя и окружающей действительности. К примеру, выехал на работу по пути, на первых трех светофорах горел красный свет, задумался о сём и вспомнил, что забыл дома документы. Есть ли такое в вашей жизни? Может, как-то прокомментируете свой феномен? Ну, я могу сказать, что действительно, я уже об этом говорил, каждая мысль моя превращается, мы у каждого превращается в действия, в события, в людей, которые встречаются. Действительно, это так. Мы создаём мир вокруг себя постоянно. Но вопрос, смотрите, как получается. Если вот мы сейчас с вами вытащили нашу энергию практически с нашего растянутого, растянутой мысли о прошлом, энергию сознания вытащили. А если мы ещё вытащим энергию сознания и наше сознание из вовлечения во внешнее вовлечение, если мы сумеем вытащить наше сознание, то есть поставить на место наше эго, представьте, какая сила сознания у нас будет средоточена в нас. И совершенно естественно, что именно наши мысли создают окружающую действительность. Только с некоторой задержкой, иначе это было бы, как я рассказывал в ботах, которые стоят в этой игре и никуда не двигаются. То есть мы действительно всем своим существом, всем своим состоянием вот сейчас, здесь и сейчас создаём ту изменяемость, которая перед нами возникнет дальше. В том числе окружающий мир. если у нас такая сила существует, мы это вытащили, и мы вытащили, так сказать, мы осознали свою вневременность, это совершенно, так сказать, как-то применимо, и не заоблачные, так сказать, все эти способности, то мы не задумываясь, естественно, ни в коем случае мы ни концепта не строим, какая наша жизнь должна быть. она просто такая, какие мы есть. Если мы добрые, сердечные, мы настоящие, изначальные, жизнь с нами настоящая, и так называемых страданий, которые возникают только от ума, не существует. То есть мы по-другому смотрим на мир, и к нам приходит счастье. То есть совершенно очевидно, что это так. А очень часто с людьми сейчас начинают происходить такие вещи, которые рассказал Павел. Но это получается, смотрите, сколько посредников. Светофоры надо посмотреть минимально на светофоры, нужно их создать, ещё что-то такое. То есть это огромное количество таких посредников есть. Можно с ними жить, но можно и без них собственно говоря жить. В общем, всё зависит от вас. Наблюдайте, наблюдайте, будьте творцом. Хорошо, Женя Макаров написал, спасибо, улыбка не сходила с лица. Надеюсь, это не диагноз, а прекрасное состояние. Ну, на здоровье. Ну, что ж, давай подводить итог сегодняшней нашей встречи уже и будем как-то раскланиваться, прощаться с нашими радиослушателями и зрителями канала YouTube. Да, неожиданно длинный эфир получился. Ну, почему нет? Ожиданный, хороший эфир, всё нормально. Да, я хочу сказать следующее, что с тех пор писал Павел по поводу цикла передач. Тоже изменяемость идёт. Появилось у нас видео с упражнениями, кто не может на вебинар прийти, не хочет, кто, так сказать, хочет самостоятельно, кто ходит. Действительно, к курсу не может прийти. Курсы сейчас 16 преподавателей у нас есть, курсы по синхронизации полушария идёт. Появилось видео, которое можно взять и с ним заниматься. Это раз. Два. У нас прошёл полностью курс вневременности, практики вневременности. Это частички маленькие теории и практики на наших курсах были, сегодня были. И действительно, я очень рад, что люди нашли свои ключи, и что они изменили свою жизнь. Жизнь очень здорово это получилась. У нас сейчас по этому поводу будет очень интересный называть словом, не знаю, что поможет на русском, как ретрит назвать на русском языке. На северном Кипре достаточно дешёво, дёшево, то, что это и море, и мы попытаемся поработать со своей энергетикой с точки зрения есть праноедения, Дима Лапшинов, он, кстати, уже перешёл, как он говорит, на другой способ энергии потребления. Вот другой способ как раз есть, это включение реакторов в сердце. То есть, это не то, что реактора, а некого источника, единого источника для всех через сердце. Потому что сердце, как я и говорил, оно является основным, главным источником нашего существования. Вот мы уедем сейчас на майские праздники на Кипр этим заниматься. И появилось очень интересное направление, то есть, это побочный продукт. я, по-моему, всё время говорю на всех эфирах, что если ничего непрактичного нету, то есть, я не могу ничего сказать того, чего не пробовал сам, что нет, что не применяется на практике. Сейчас такое направление появилось, как оно стало возможным благодаря практически вам же, благодаря тем, кто у нас обучался или получал ключи, это направление раз в невременность, значит, мы можем остановить наше увядание, вот так будем говорить. Не будем говорить громкие слова, но так, простое, тихое скажем, добиваться будем бессмертия, как такового. Вот, что творится в нашей жизни сейчас. И, в принципе, конечно, я очень рад вопросам, которые были, они очень действительно содержательные, умные, и очень, конечно, хотелось бы, чтобы не просто словами мы сотрясали воздух по поводу воссоздания, наверное, правильного, правильно слово праве, да, мира нашего, нашей общности, людей, именно людей, человеков, а все-таки занимались этим по-настоящему в каждый момент своей жизни, то есть сделали из себя людей все мы. А по этой дороге мы, наверное, тогда сможем и сделать сообщество, общность, которая будет жить вместе нашей землей в мире и согласии. Понятно, понятно. Ну что ж, благодарю тебя за очень хороший эфир, за теплые, добрые слова. Я, честно говоря, не знаю, как по-русски назвать слово ретрит, по поведению понятия ретрит, потому что каждый, когда произносит иностранное слово, он что-то вкладывает свое. И вот если не расшифровали, что будет конкретно там, то тогда, наверное, можно было подобрать какое-то слово. А так просто вот я как бы в стороне постою. Уединенные практики. Уединенные, вот, хорошо, пускай будет так, уединенные практики, да. Вот, от себя только наверное добавлю, что, друзья мои, все наши деяния направлены только на одно, на то, чтобы вы осознавали себя как частицу того самого высшего творца, который здесь все это когда-то сотворил. Вы себя осознали наследника тех самых древних богов, про которые здесь часто говорили, которые являются дети того самого высшего творца, который сотворил. Если вы наследники, вы так или иначе тоже бог, вы так или иначе тоже богиня. Но это не просто звание пожизненное, которым можно гордиться и как корочку доставать из широких штанин и всем тыкать в нос, говорить, вот, я бог, смотрите, я богиня. Нет. Это накладывает на вас очень жёсткие ответственные, очень жёсткую ответственность за свои деяния. Вы не можете теперь просто так допускать каких-то грубых мыслей, злости, плевать на землю, плохо относиться к своим родичам, плохо относиться к окружающему миру, не брать во внимание то, что вокруг у вас такие же люди, которые также имеют такие же корочки. вот когда вы это всё осознаете, я тогда поставлю себе большую галочку «Работа выполнена» и пойду сдавать отчёт. Бессмертным ты будешь, Алексей. Не знаю, я пойду сдавать отчёт, а там уж куда меня в какую очередную засунут, дырочку или там какое-то пространство, чтобы что-то делать, там видно будет. Ну, суть в том, что трудимся вместе с вами для вас, чтобы мир стал лучше через улучшение себя самих. Вот как-то так. Напоминаю, что сегодня 9 марта 2017 года, четверг, по одному из современных календарей, восьмой день месяца пробуждения природы, 7525 лета, понедельник, по одному из старинных календарей, открытое занятие развития сознания, такова была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор, сказитель Владимир Анатольевич Лукашенко. Низкий поклон тебе, Владимир, за очередную нашу приятную беседу, встречу и эфир нашим радиослушателям, которые столько интересного писали в чатах, как на Народном славянском радио славомир.орг сайт наш, напоминаю пока, так и на нашем канале в Ютубе. Ну вот, просто выше всех похвал. Молодцы так держать, молодицы так держать, и всё зависит от нас. Это самое главное помнить. Всё зависит от нас, от каждого, от каждого из нас. Прощаюсь с вами, друзья. Желаем всего самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всё нужно, всё важно.